Меня зовут Кристина, я рада приветствовать вас в рамках клуба путешественников спортмарафона. Мы каждый раз стараемся организовать интересные встречи, лекции для вас. И сегодня наша лекция посвящена такому вопросу, как получить два золотых ледоруба, не имея книжки альпинистов. И лектором является всеми любимый наш эксперт Дмитрий Павленко, который более 30 лет, а именно 33 года ходит в горы, является мастером спорта международной версии. Так ведь по альпинизму. Вот, инструкторам, гидам. Передаю слово Дмитрию. Поголюсь я отнять у вас, может быть, пару часов в этом уютном месте. Чтобы попробовать поделиться своим опытом, имеющимся у меня, так просто получилось в жизни, что, пожалуй, для российской действительности я обладаю уникальным опытом самостоятельного роста в альпинизме до приличных высот, при этом вне рамок каких-либо клубов, систем и так далее. Может быть, кому-то это поможет вырасти самостоятельно, потому что на самом деле сейчас это стало гораздо проще и на самом деле гораздо эффективнее. Поэтому вот я вам расскажу сначала немножечко вкратце, как я докатился до жизни такой, потом, значит, примерно расскажу, как я сейчас себя поддерживаю в жизнеспособном состоянии. И, в принципе, если будут появляться какие-то вопросы, может быть, даже как-то не откладывать на потом, а вот уже в процессе, когда я буду рассказывать про тренировки, еще про что-то, то есть сразу их задавать, чтобы потом не забывалось и так далее. Альпинизмом я начал заниматься довольно поздно, поскольку так сложилось, что в тех городах, где я жил, секции альпинизма не было, а там, где были, туда брали только с 16 лет. А, так сказать, первое мое знакомство и желание заниматься альпинизмом началось с просмотра фильма «Смерть проводника». Где-то, наверное, тогда мы жили в Норильске, это были там какие-то лохматые 80-е годы. Удивительно, как показали такой фильм. Фильм, конечно, потряс, то есть это все, это был какой-то нереальный какой-то героизм. То есть все заканчивалось тем, что гид там, жертвуя своей жизнью, спасает своего клиента. И, естественно, я тут же пошел, нашел кучу старых напильников у дома юных техников и начал лазить там по снежным горкам в Норильске. Благо, что там со снежными горками без проблем, там под Новый год, где-то у нас обычно всегда насыпали с пятиэтажный дом огромные две горы. И вот по ним я лазил. Плюс там есть края плата Путорана, на которой потом я начал ходить сначала с родителями, потом сам. И так вот потихоньку-потихоньку я понял, что все, я не буду там моряком, летчиком. Я, пожалуй, займусь альпинизмом, потому что это круто, там все такие классные люди. Вот по прошествии многих лет я пересмотрел смерть проводника и понял, елки-палки, вот как надо. Каждое произведение искусства, оно должно восприниматься в том возрасте, в котором нужно. Потому что на самом деле фильм-то как раз был не о героических пацанах, а о каких-то болезненных амбициях, из-за которых люди рисковали жизнью, отдавали свои жизни. И в конечном итоге все так закончилось печально, просто вот потому что, опять же, в самом последнем моменту гида тоже там что-то взыграло где-то непонятно. Но это вот уже с высоты опыта только, к сожалению, я смог понять. Может быть, я стал бы нормальным человеком. А тогда, поскольку я был детем последних комсомольских строек Советского Союза, мы переехали в Сургут, где как раз вот была секция альпинизма, но туда брали только с 16 лет. Мне пришлось еще там до 16 лет пару лет получать по голове в секции бокса. Ну и, видимо, там окончательно, так сказать, в меня вбили, а может, выбили, так сказать, остатки здравомыслия. И как только мне исполнилось 16, я тут же, так сказать, как военкомат побежал, что все, берите меня скорее в альпинисы, все, вот я готов. И тут началась полоса вот моих жизненных везений, потому что, конечно, ну в любом деле, в принципе, вот счастливое стечение обстоятельств, оно очень много играет в жизни любого человека. И вот в моем альпинизме это вот постоянно как-то происходило и тьфу-тьфу-тьфу происходит до сих пор, и я этому очень рад. И вот тогда я попал в секцию, в общем-то, к настоящему маньяку, это был Сергей Николаевич Безверхов, человек, который начал заниматься альпинизмом в 30 лет, в 50 лет он выполнил мастера спорта. Когда я пришел в секцию, было, по-моему, 54, но когда он там в раздевалке, так сказать, перед нами переодевался, это было просто страшно смотреть. Мы смотрели, думаем, елки-палки, потом на себя, так сказать, ему 54, нам там 20, думаем, елки-палки, как же так. Что-то такое было ощущение, что мы с ним поменялись там телами, здоровьем и так далее. И вот, получается, с самого начала, у меня перед глазами был пример человека, действительно фанатично преданного горам. И пример человека, который, в общем-то, достиг серьезных высот в альпинизме, причем живя там в самом плоском месте практически земного шара, западно-сибирское низменно, где там ничего не было, не было там, естественно, ни скалодромов, ничего. Мы тренировались, у нас тренировки начинались с 10 часов вечера, я ехал, я уже засыпал после программы «Время». И тут я приезжал на тренировку, но надо было тренироваться, потому что зал давали, конечно, только после футболистов. Но при этом вот мы тренировались, и вот именно глядя на него, потому что для него вообще не существовало никаких преград в этом плане, он мог бегать там и в минус 30, там в минус 35, и при этом, так сказать, находил время, там куда-то выезжал, лазил, у него любимый лагерь вообще был в Арзов. То есть, соответственно, это серьезные скальные маршруты, которые, вот он лазил уже, так сказать, за 50, причем хорошо ходил, опровергая мнение, что, мол, техника это для молодежи, а, мол, уже для пенсионеров это, ну, высота уже где-то, когда так, чисто с палочками там идешь. Было, конечно, сурово, в принципе, у меня такая, ну, я себя считал достаточно таким крепким, молодым человеком, но оказалось, что вот в сравнении с, ну, практически человеком, годившимся мне тогда почти в дедушке, я был вообще никем. И это очень сильно мотивировало, было здорово. И все, вот я начал заниматься, одновременно, так сказать, начало занятий альпинизмом спасло меня от пьянства, которое, так сказать, случилось у меня на последних классах моей школы средней, и от многих, так сказать, в общем-то, вредных вещей в то время. Ну, тут пришел, вот опять же, такой судьбоносный момент, все, я заканчиваю школу, мне нужно поступать в институт. Естественно, так сказать, там, мудрые люди сказали, все, давай, вот, светлое будущее, уже тогда кто-то понял, что светлое будущее за бухгалтерами. Я подал документы в Прихановку, и, значит, ну, все, как бы двигался к этому светлому будущему, но на пути к этому светлому будущему случилось, так сказать, непредвиденные обстоятельства. Я поехал первый раз на скалы с нашей секцией, под Свердловск, 1 мая. В Свердловске на 1 мая стабильная плохая погода, снег, сляпять, так сказать, так себе. И на обратном пути уже соскал, опять же, в такую же погоду. Ну, что делать? Надо было как-то скоротать время до поезда. Мы просто сели в автобусную экскурсию по Екатеринбургу, которая там, ну, везет с вокзала на вокзал. Все, вот нас возят там, рассказывают, там-сям, бац, мы останавливаемся напротив Уральского политехнического института. И вот, пока мы там стояли, я успел вспомнить, что в книжке «Эверест-82» я прочитал, что Сергей Ефимов, сотрудник Уральского политехнического института, ага, значит, там должна быть хорошая секция, ага, значит, зачем мне поступать в Плехановку, когда Свердловск ближе к Сургуту. Я тут же, значит, приезжаю домой, говорю, родители, хотите, я вам сделаю подарок. Они говорят, да, я хочу поступать в Свердловск. Они говорят, да ладно, круто, здесь рядом, вообще здорово. Я говорю, да, давайте, куда хотите, мне нужно в политех, куда хотите, вот вы строитель, давайте я поступлю на стройфак. Ну, поступай на стройфак, отлично, все. Я сказать, тогда они не знали причин истинных, ну, порадовались, что вот сын хочет продолжать там традиции семейные. Все, я поступил в институт, и, в общем-то, как бы вот не сразу, как-то неудивительно, не смог найти альпинистов. Поэтому мне пришлось поехать в колхоз, вместо того, чтобы поехать в горы по путевке, которые мне выдали еще в Сургуте. И потом я достаточно долго вообще не ходил на физ. воспитание. Просто, ну, не ходил, ну, что там делать. И как-то приходит мне однокашник мой, говорит, слушай, так там, говорит, есть скалодром, там какие-то чуваки, там лазят по нему туда-сюда. Ёлки-попи, ну, надо же так. Прихожу в Манеж, точно там скалодром, тогда еще там деревянный, весь там черный от калош и так далее. И все. И как бы все. В общем-то, это очередной поворотный момент. Я стал ходить только на физ. воспитание. Значит, закончилось это, поскольку у меня получается, как бы там можно было вот на физ. воспитание ходить на альпинизм. То есть я ходил вот в учебные часы, типа тренировался, потом было три тренировки в вечернее время, но этого мне не хватало. Я, естественно, пропускал пары, ходил, лазил в одиночку там в Манеже. Это не осталось незамеченным. И как-то уже меня поймал наш там председатель секции, один, в общем-то, из сильнейших тогда альпинистов Союза, Алексей Венивич Лебедихин. Сказал так, типа, ты меня заколебал, тут на тебя постоянно жалуются, что ты тут в одиночку лазишь, нарушаешь все. Давай-ка я тебя отведу в скалолазание. И, так сказать, передал меня на руки Александра Ефимовича Пиратинского тогда, который тренировал в сборной Свердловской области по скалолазам. Сделано это было потому, что у скалолазов гораздо больше было тренировочных часов, и вот я мог тогда удовлетворить там все вот это свое такое либидо в этом плане. И тоже вот эта встреча с Пиратинским, она для меня тоже явилась такой прямо, ну, счастливой на самом деле. Тут неоднозначная личность, про него там в скалолазной среде тоже кто что говорит. Но вот человек сыграл, я тогда понял, что значит попасть сразу к хорошему тренеру. Во-первых, после нескольких тренировок он мне сразу сказал, Димон, скалолаза с тебя не получится, расслабься, занимайся альпинизмом. Я такой, слава богу, потому что я всю жизнь вешу 80 килограмм, и, в общем-то, как бы, ну, так себе, вот, по понятиям скалолазания я не очень тянул скалолаза. Я там начал отрывать зацепки при старте на скорость. И он сказал, все, давай, вот, тренируйся у меня, но, говорит, вот, пойми, что, там, Дидьера Буту тебе не стать, там, и так далее. Все, я расслабился, и начал вот именно больше уже, как бы, тренировать, ездить на скалы, лазить там, со снаряжением заниматься и так далее. И второе, за что я ему колоссально благодарен, он научил меня профессиональному отношению к тренировкам. Вот это, вообще, вот это самое золотое, то есть это то, что может сделать из любого человека то, что он пожелает. Потому что основная проблема, с которой я сталкивался потом, постоянно, сейчас я сталкиваюсь там со своими, там, клиентами, учениками и так далее, отношение, профессиональное отношение к делу, которое ты вроде как, ну, ты считаешь, блин, да я вот, я хочу добиться, там, мне так нравится альпинизм. А так смотришь, блин, в результате, примерно так же, как я хочу выучить английский язык, там, у меня куча подписок, там, на сайтах и так далее, что-то такое, ну, при этом, так сказать, я как хуй с Джонс Файзер, так и есть. И вот Пиратинский научил меня профессиональному отношению, потому что у него тренировка, он пришел, три часа тренировка, задание, поняли, поняли, все. Естественно, так сказать, у меня сразу уровень начал падать, потому что я, ну, как, три часа, на тебя никто там за тобой не смотрит, никто тебя не гоняет, обалдеть, ходишь там с кем-то, там, трындишь, баскетбольчик поиграл, там, ну, полазил, там, полазил, 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 полазил и рос, и неожиданно нагрянули там тренировки уже контрольные. Все, хоп, я вижу, что елки-палки, оказывается, это все не так просто, нужно как-то начинать самоорганизовываться и тому подобное. И вот за год, который я провел, даже меньше у Пиратинского, все, я совершенно, так сказать, я превратился как бы в профессионального спортсмена по духу. Я спокойно знал, что вот мне, если мне нужно тренироваться столько там, все, я иду, это у меня тренировка, вот у меня такой план, и как бы там, как бы там мне не было там плохо там, тяжело, еще чего-то там, нехватка времени, я знал, что вот все, у меня есть цель, и, так сказать, я могу себя сам мотивировать на достижение вот этой цели. Все отлично. Ну, естественно, я начал, я много тренировался, много лазил, причем, опять же, повезло, что в Свердловске тогда была одна из сильнейших команд Союза, и у меня всегда перед глазами были люди, за которыми хотелось тянуться. Они там, да, они не проводили там с нами тренировки и так далее, но мы вместе ездили с ними на скалы, мы смотрели, как тренируются они, мы там читали отчеты о их восхождениях, там, как они ходят и так далее. Это было круто, что ты сидишь там у Коста, блин, она против тебя там, да вот там, в этом летом там, четыре шестерки там сходил, там, еще что-то, какой-то первый проход безумный, и при этом это были живые люди, то есть они совершенно нормально общались, у них не было никакого пломба, они не пытались как-то там настроить, просто вот это живое общение, это было здорово. Так, я достаточно быстро попал в резерв сборной Северной Северной области по альпинизму, но, к сожалению, не успел откосить в СКА, соответственно, я ушел на два года в армию, и опять же повезло, в армию я попал служить на китайскую границу в Казахстан, и у нас получается половина участка была пустыня, половина участка горы, Жунгарский, Латау, все шикарно, поскольку я с детства не любил армейские всякие порядки, то есть не любил, когда мной командуют непонятно кто и так далее, в армии, я постоянно был таким человеком с гауптвахты в нарядах, а у нас, я поскольку служил в роте связи, у нас самым тяжелым наказанием это считалось на лето, создавалась такая команда связи, линейная, которая уезжала в горы на все лето и там восстанавливала линии связи в горах, которые лавинами за зиму разрушала, то есть для всех это было наказание, для меня это было, боже мой, так, что еще сделать, чтобы меня и на это лето вот туда засунули, все, меня отправят на все лето в горы, я буду, да, это была, конечно, тяжелая, достаточно работа, иногда опасная, там был случай, когда приходилось натягивать там через реку шестой категории провода тянуть и я там нашел как перебраться, но так получилось, что трос натянули не очень, я в нижней точке, так сказать, меня случайно задело водой, а поскольку река шестой категории, то я начал, так сказать, очень сильно вращаться и орать, что типа натягивай, но зато это вот именно, это, во-первых, была свобода, это была просто нормальная тяжелая работа такая мужская, но вот без этой муштры, так сказать, и при этом вокруг скалы стоят стены, ну, естественно, первый год, когда я еще был молодым, приходилось немножко работать, второй год, конечно, уже я там, так, молодежь, работаем, я полез, и там вечером слышу, мне сигналят, я слажу со скалы, сажусь в машину, мы там едем дальше, все, и плюс, мне еще даже в армии повезло, получилось даже совершить восхождение, так что, вот, ну, застава, горная застава, вокруг, вот, джунгарская лота, четырехтысячники стоят, и прямо вот выходной, я говорю, ну, товарищ правоседник, ну, пустите, пустите, ну, хороший очень был человек, и вот он думал, думал, как мне отказать, и такой он нашел железную причину, наши играли с Англией, футбол, ну, наши выиграют, пойдешь, наши, так сказать, совершенно случайно это услышали, раз их 3-0, и все, и вот у него такая ситуация была, он прямо в ступоре сидит, я, 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 ну, прихожу там, ну, что, товарищ правоседник, как там, какой счет он такой, да, говорит, вообще беда, говорит, 3-0 выиграли, что делать, ну, иди, все, и даже так получилось, что я еще даже сходил на гору, нашел там какой-то сук вместо ледороба, несмотря на то, что на заставе там куча была и триконей, ледороба, всего, ну, естественно, как казенное снаряжение, никто же не даст, а вдруг там убьюсь там, и потом как списывать, и подбил себе, нашел покрышку мотоциклетную, вырезал из нее себе, подбил на сапоги, на солдатские, гвоздями, обалденно, кстати, держал вообще на трене, все, пошел, потом я нашел классификатор этот маршрут, оказалось 3-B, там такой траверс, ну, я тогда был еще на стадии, так сказать, зачаточного альпинизма, мне достаточно серьезно хватило, плюс на спуске я заблудился, потом у меня отказали ноги, ну, просто мышцы выработались, я встаю, два шага делаю, ноги подламываются, я на четыре кости, и как бы такой, ну, елки-палки, ну, что делать, ну, пополз на четвереньках, так, приполз на заставу, там как раз, ну, в заборе дырка была, снизу, вот я туда заползаю, они играют в волейбол, и начальник заставов такой, в прапочку, о, твой приполз, ну, ну, зато, вот, счастье, конечно, были полные штаны, то есть, ну, вообще, так неожиданно все, и, конечно, после армии я уже вернулся в институт, но, понятно, что, так, чисто формально, а фактически-то, в институт я уже не вернулся, все, и вот начал заниматься уже так плотно, но тут оказалось, что в альпинизме примерно такая же ситуация, как в армии, ты постоянно должен кому-то подчиняться, причем, как бы, вот, далеко не всегда адекватно, и вот все, я рос-рос, и бац, мы там приезжаем на сборы, уже фанские горы, в 90-м году, там чемпионат, все, я перед этим уже там находил, там вроде приезжаем фаны, блин, и, а я вот, я неделю назад, там несколько четверок, скальных хороших сходил, тоже в другом районе, говорю, пустите там сходить, там сразу на четверку, причем, есть возможность, там есть группа, мне начинают, там нет, да куда, ну, просто вот такие вот, чисто административные вещи, которые, там чувак, да ты молодой, да давай, вот начни там опять единичек, и так далее, и что-то меня в это дело не вкатило, плюс еще тогда я там влюбился в девушку, в одну, думаю, блин, да ну, нафиг все это, поеду жениться, все, в общем, уехал, уехал с гор, приехал с Ирловск, к другу, говорю, давай этот ванну 200 рублей свататься поехал, он такой, ух ты, ну, на эти ванну 200 рублей, все, и осенью приезжаю, меня вызывают на ковер, и тот же Лебенихин мне говорит, ну, все, типа, блин, альпинисты с тебя не получится, поскольку вот ты там вот такой-сякой, со старшими товарищами ладить не умеешь, ну и прости, прощай, все, я такой, а у меня все, я уже как бы, у меня вся жизнь уже была расписана там на 300 лет вперед, вот горы вот эти, вот я сегодня так, сегодня этак, и я такой, все, бах, все, айсберг разрушился, так перевернулся, блин, что делать, ну, и тут, так сказать, вот, не только мой айсберг начал рушиться, так сказать, и союз начал рушиться, какие-то вот эти веяния там и так далее, и тоже, опять же, вот совершенно, абсолютно для меня счастливое стечение обстоятельств, в тот год, когда меня выперли из официального альпинизма, начались коммерческие сборы, и их начал устраивать первым в союзе в России Сергей Борисов, на тот момент один из самых крутых альпинистов, ходячих, СКАшник, ну, СКА это вообще, это такое, как бы, просто царство, там, хаоса, анархии и прочее, но при этом, все самые крутые, как правило, спортсмены, это СКА, потому что, были, потому что это были люди, профессионалы, которые все время проводили в горах, мало того, они за это даже какие-то деньги получали, которые тут же пропивали, но это были самые крутые чуваки, на которых, вот мы смотрели, такие, блин, елки-палки, дайте, вот это, кстати, фотография, это Чимган, я начинал на Чимгане, вот наше отделение, первым инструктором у меня была, у меня вообще, во-первых, инструкторы были женщины, тоже, опять же, удачное стечение обстоятельств, и вот начались вот эти вот коммерческие сборы, я, естественно, тут же поехал на эти сборы, все, а там все просто, никаких бумажек, там никаких вот этих там построений, никаких выпусков таких, вот там, у меня в Дугабе, я застал последнюю смену этого альплагеря, у меня был рекорд, я выпускался 4 часа на гору, я бегал туда-сюда, там не там запятая, здесь не так, там тут что-то не дорисовал, там, свят, свят, я такой думаю, мама дорогая, все, у Сереги все было просто, вот что можешь, то и идешь, и, вот, это было на самом деле очень прикольно, такой естественный отбор, и при этом, аварийность была низкая, потому что, если ты, человек, который не может, он прекрасно понимает, что не может, поэтому никуда он не пойдет на крутой маршрут, а тот, кто может, он пойдет, может быть, там он что-то, так сказать, там, попадали, конечно, в засады, там еще куда-то, но, в целом, вот это вот сразу пошло такое совершенно нормальное эволюционное разделение, что, вот, была какая-то, приезжали люди, которые, приезжали потусоваться, и приезжали люди, которые, вот именно, хотели ходить, и они знали, что, вот они приехали сюда, у них был стимул тренироваться, они знали, что, если он приехал, круто натренированный, его никто держать не будет, его никто по 4 часа никуда выпускать не будет, все, пошел, после сбора все собрались, это была такая традиция, то есть, на последний, там, ну, у кого пьянка, у кого чай, писали, все обменивались, обмен записками, согласно журналу выходов, все собираются, так, значит, эта группа, вы когда были на решении такого, так, значит, вот эта группа, вы пишите этой группе записку, вы пишите этой группе записку, все прекрасно, никакого формализма, все прекрасно понимали, что вот эта игра, никому по сути не нужна, но она там, кому-то нужна, но это все происходило, вот в такой ненавязчивой форме, и все было шикарно, то есть, вот это, пожалуй, меня спасло, там, в губе, я изладил там все, что только можно, и там же начал ходить соло, потому что так получилось, совершенно случайно, я приехал в один год раньше намеченного срока в Дугабу, и там где-то дней 10, там один смолял, ну а что, вот пришел, при том, у меня не было часов, я пришел в ущелье, поставил палатку, проснулся, светлого солнца, такой, ну что делать, ну пойду куда-нибудь схожу, там сходил, там на двойку бы я сначала, пришел, спустился, светло, сижу, долго светло, думаю, что делать, пойду еще на какую-нибудь гору схожу, еще на одну гору сходил, вернулся, вроде стемнел, ну ладно, все хорошо, думаю, надо поспать на следующий день подольше, а то так, блин, по две горы в день ходить тоже, как бы, тяжеловато с непривычки, и вот так получилось, что вот за эти там 10 дней я сходил, вот там первые, причем первые две своих сольных четверки, в Дугабе самые крутые, на Мехнат, на которые у нас там народ на пальцах кидал, кому идти, и так сказать, кому выпадал, на них все смотрели, как на смертников, все, сходил, ну тоже вот, как бы, конечно, вот сейчас уже огляну, блин, сходил там пятерку А, и все, и потом уже, конечно, я крутой, я собрался на Узбекистан, это пятитысячник за хребтом, через ледник, в общем, ну уже серьезная гора, совсем серьезная, я уже подошел под перевал, встал в палатки, и такая гроза разразилась, я там всю ночь, как этот кролик метался по этой палатке, там прятался от невидимых молний, и с утра такой стою, думаю, а может это был знак, ладно, думаю, в этот год не полезу в соло 5б, фиг с ним, вернулся тоже, опять же, походили нормально, Дугабе, вот тоже, я говорю, на сборах за две недели, мы успевали сходить, семь гор, из которых, ну, это минимум было четыре пятерки, и там, ну еще там четверки какие-то, плюс обязательно, вот у всех сильных, как бы участников сборов, была повинность сводить, слабых на какую-то гору, которая им там нужна была, я там паровозами, там на четверке водил, там, даже на мехнат водил паровоз, один раз, просто вот тебе дают, вот, ты должен их сводить, потому что иначе они никуда не сходят, а людям надо сходить, как бы, все отлично, вот так, потому что, причем, ну, иногда невзирая на погоду и так далее, просто потому что мы могли, и так вот, постепенно, получается, и я рос, и Борис уже дорос, ну, в Арче, в Дугове стало тесно, и он устроил сборы в Алла-Арче, ну, это вообще был подарок, потому что в Арчу, я вообще первый раз попал в 91-м году, после Дугобы, у меня была мечта, закрыть первый разряд Кореи, по маршруту Лоу, я не помню, где я увидел эту фотографию, этой стены, ну, я так, когда увидел, я думаю, нет, все, однозначно, как бы, и вот этот маршрут, мне сказали, да, вот там, Лоу, там, смотри, какая, ледовая пятерка, классная, все, я вот, в 91-м году, уже как раз там, что-то я подпорил, по А, да, я начал заниматься промышленным пенизмом, по-моему, да, что-то там я подканул имел, каких-то безумных денег, по тем временам срубил, и все, поехал в Арчу. Там вот были, я совершил первые свои восхождения, вообще, как настоящий клиент, я пришел в лагерь, сказал, так, мне нужен какой-то чувак, который меня подстрахует, мне нужно вот на Корею. Меня посыл тогда начальником учебной части, был, там сидел, как в лагере, вроде как не было, ну там вроде как начальник учебной части, был там Никифоренко Олег, такой, по прозвищу Чипа, тоже СКшник, тоже, так сказать, полный раздолбай, но наш про трезвезд такой, да ладно, ты кто там, ну я там в Сервовске занимался, ну ладно, все, дал он мне там своего какого-то черта, сначала я заплатил там, как сейчас помню, 100 рублей за открывашку, мы сходили 4А там на бокс, и потом он такой, ну все, типа за Корею давай за лоу 200, ну ладно, все, я даю 200, и мы идем с этим товарищем на Корею, а причем до этого я на Оксайский ледник не поднимался, откуда видна вся стена, и вот мы с ним поднимаемся, а там здорово, вот когда по Костолому поднимаешься, вот эта Корея, то есть с Рацкой, у нее видно там 3 стены, и она уже так вдохновляет, а когда вот под нее подходишь, она так над тобой, я вышел на ледник, думаю, мама дорогая, куда я поперся-то, все, и просто ночью реально от страха не спал, утром мы с ним подходим под стену, начинаем одеваться, он такой, елы-палы, кошки оставил на хижине, я такой, фу, блин, не пойдем, я уже начал там из себя играть, так он думаю, ну все, пропало, как же так, гора всей жизни рухнула, он такой, не беда, говорит, я сейчас сбегаю, я уже снулся, он сбегал за час, туда-сюда, принес кошки, одел кошки, мы полезли, оказалось не так все страшно, на Корее, вот я первый раз встал на ледовые фифы, у меня так вообще прикольно получилось, что я первый раз встал на ледовые фифы на Корее, а на скальные фифы я как раз встал на Аксу, тоже потому что лень было, со льда вышел на скалы, лень было и кошки снимать, и там что-то делать, такой, вроде помню, что, что-то там, да, Ручкин там лазил на фифах, там на ледовых, по скале, думаю, ну давай там, ну чуть-чуть там, часок там помучился, народ меня поматерил, а потом, ну все, пошло, и вот я встал на фифы тогда, на ледовые, думаю, елы-палы, и больше это было, наверное, мое последнее, первое и последнее восхождение на фифах, потому что я понял, ну это просто неинтересно. Мы залезли, на обратном пути мы попали в жуткую грозу, и так получилось, что я тащил за собой фифу на веревочке, и в нее попала молния, и значит она на моих глазах вот так вот скукожилась, я там оглох, ослеп, в общем, мы там побросались все, что только можно, я спускался на одной кошке, на одной фифе, текла жуткая река, ну так прикольно достаточно было, ну мы спустились, я такой думал, фу, что это было, ну ладно, все такое, спускаемся в лагерь, чипа такой, ну все, давай теперь, говорит, ты будешь ходить со мной по 300 рублей за 5Б, я такой подумал, наверное, я лучше новую пуховку куплю, в общем, купил новую пуховку, и поехал отходить, все, потом вот опять я ездил в Дугабу-Дугабу, и вот уже, в 94-м году Серега устроил первые сборы в Алла-Арче, тогда у меня уже страх прошел, я успел прочитать, опять же, там книжки, тогда выходя, ну были сборники побежденной вершины, я вообще, в принципе, на начальном этапе, я собирал всю альпинистскую литературу, которую я только находил, то есть в Алма-Айту, я когда приехал, я туда уехал, у меня такой чемодан, ну этих там книжек, потому что это был город, где можно было там в Букинисте, кучу всего найти, и вот, естественно, я отштудировал все эти побежденные вершины, там, Тенцик, там, Тигр Снегов, еще что-то, в армии даже свистнул пару книжек каких-то там, кстати, как раз про Жану одну, и там я такой раз нахожу, так сказать, второй маршрут своей мечты, маршрут Безубкина, по северной стене Кореи, шестерку, я такой, все, я должен сходить эту гору, закрыть ее КМС, я готов, ну все, приехали, перед этим там, началась, я получил высотное крещение, тогда, в 1994 году, за 350 долларов, я слетал на коммунизм, это было что-то, то есть, до сих пор, кому говорю, даже по тем временам, это были какие-то нереальные деньги, вот, устроил там, наш свердловский товарищ Андрей Ковришкин, причем, мы были как клиенты, насыщали шампанским, там, под конец к нам в лагерь, все буржуи перетянулись, измало, потому что у нас там постоянно, что-то жарили, парили, под конец там каких-то баранов там покоцали, в общем, шикарно, и вот за 350 долларов, ну, единственное, что у нас было там всего две недели, как бы на две горы, и вот тогда я получил свой первый, очень такой негативный высотный опыт, потому что на Коженевскую мы залезли без оклемухи за 4 дня, и как бы вот единственное желание, это было найти где-нибудь вот кусок какой-нибудь пластыря, замотать голову, чтобы она не лопнула, потом опять же мы примерно в таком же стиле сходили на коммунизма, и в общем, я когда приехал в Орчу, я Борису сказал, все, Серега, с высотой завязаны, я это в горбу видал, потому что это все, это как-то все безумно тяжело, больно там, страшно, и у меня просто, у меня голова, наверное, тонкая, не знаю, но вот я, но зато это дало обалденную клеммуху, мы приехали все такие, в Орчу, все там бегали на заброске, мы за день 3 раза сходили из лагеря на Рацико и обратно, и то 4 раз не пошли, потому что просто уже лень было ногами шевелить, далеко, все, значит, опять же, тоже, первая шестерка, там куча каких-то, ну, ограничений, то есть, должно быть руководство, такое, такое, сякое, пятое, десятое, все, прихожу к Борису, говорю, так, Серега, вот мне нужна эта шестерка, вот у меня есть такие-то люди, давай думай, что, как мы, ну, там, что-то помудровал, ну, говорит, ну, вот тут так, тут у тебя, типа, группа, постоянного состава, там раз-раз, вы сходите здесь еще пару гор, у тебя, как бы, у меня там с одним была схоженность, с другими не было, там у вас появится схоженность, а у этого еще схоженность, ну, говорит, намутим чего-нибудь, при этом, вот опять же, ну, грамотный человек сразу, он нам дал тот набор гор, который реально нас плавно и грамотно подвел к этой шестерке, все, все, разлазились, и пошли уже все, собрались на корею, тут оказалось, что в побежденных вершинах была ошибочка, в прорисовке линии маршрута на фотографии, то есть, там маршрут Безубкина был нарисован по маршруту Мышляева, ну, прямо такая директиссимо, сразу вводящая на вершину, маршрут Безубкина, он проходит левее, и там получается, что вот стеной-то части, ну, так, где-то в два раза больше, и выглядит он так значительно страшнее на самом деле, и мы уже такие сидим, и мы все-таки, я говорю, вот Серега, вот наш маршрут, он говорит, это не ваш маршрут, это маршрут Мышляева, 5Б, а вот ваш маршрут Безубкин, он вот здесь, мы такие, ну, как же так, там же стена, он такой, да, это шестерка, пацаны, такая фигня, вам придется смириться, и как-то залезть, в общем, ну, это, да, первая шестерка, тем более, у нас была группа, ну, я там был самый опытный, значит, конечно, так, даже доходило до того, что я уже плюну, говорю, я не полезу, потому что там, лезу, надо было выбрать перил, там, метр, выберите перила, 15 минут ушло, там, без одной горы КМС, чтобы выбрать метр перил, все, я такой, чуваки, ну, вы что там, но в конечном итоге залезли, опять же, на спуске тоже, там, у нас в команде, там был такой парень, который считал себя круче всех, но почему-то, вот, веревку перил, он проходил за полтора часа, и на спуске, так, как-то он ушел, вот, не уследил, я, он ушел первым, и вылез на спуске, там, можно было спуститься по пологому льду, а он ушел на крутой лед, где самовыкруты, естественно, начали выкручиваться под весом веревки, а тогда еще, поскольку это, ну, практически был один из первых опытов на самовыкрутых, ну, просто до нас там не дошло, как попробовать сделать, на самом деле, это элементарно все делается, что ничего не выкручивается, но тогда, нам пришлось оставить все буры Валерия Бабанова, которые мы собрали на подъеме, а Валера Бабанов, он тогда начинал свою сольную карьеру, и вот он приехал после АКСУ, попробовал на Безубкина, что-то там не пошло, но он там оставил достаточно приличное количество буров своих, и он такой просто, чуваки, ну, снимите, мы ему по рации, Валера, мы твои буры сняли, отлично, все, спускаемся, приходим, ну, мы такие, Валера, ну, мы их оставили на спуске, потому как это, не хватило техники, ну, ладно, что ж, вот, все, так получилось, что мы стали первой группой, вот, на борисовских сборах, которые начали у него, фактически там, чуть ли не с нуля, и вот дошли до КМСов, ну, и все, тут опять тоже, ну, что делать, как бы я, получается, достиг вот своего потолка в таком вот альпинизме, при том, что, ну, я, естественно, все вот эти вот там разряды, которые, я сам себе штамповал в сургутском, ну, я жил тогда в Сургуте, и штамповал просто в сургутском спорткомитете, я туда приходил, говорил, вот я альпинист, я выполнил первый раз взятый, молодец, дали мне, оформили мне этот зачетную книжку, я каждый год приходил, там, я оформил, потом прихожу, я к МСМ, молодец, растешь, все, ну, вот я таким образом дорос, думаю, ну, что делать, что делать, что делать, и, вот уже как бы, ну, мысли нет, ну, куда тоже, все равно, как бы там все экспедиции, это надо куда-то, к чему-то прибиваться, и я решил, тогда в сургуте был такой крепкий турклуб, я говорю, чуваки, поехали на ледник Южный Нейчек, я знаю, там есть лагерь, у крутого мужика Казбека Валиева, мы с ним договоримся, поедем и сходим на Хантенге и победу, ну, в Сибирике они такие, они как бы, ну, только что, давай сходим, боже мой, при том, что, в общем-то, тогда, ну, и с деньгами, так было более-менее нормально, спорткомитет башлял, все, мы договариваемся, и вот организовываем свою сургутскую экспедицию на Нейчек, прямо у нас свой вертолет был, мы туда прилетели, у нас был свой лагерь, в который тоже потом потянулись буржуи, потому что мы вдруг с Камчатки навез там красные рыбы, икры и всего, и при этом тогда у нас просто там в Свердловске на оптовом рынке, там банк черной икры стоил, там вообще просто какие-то белужи, деньги, мы два последних дня ели только в бутерброды с красной и черной икрой, у мельтая с ледника, и в общем все, залетели, и это как раз была экспедиция, когда я начал уже осознанно, допустим, наблюдать за тренировочным процессом, и за, допустим, там витамины и так далее, я просто составил всем тренировочные планы, составил план по витаминизации, там тому сему, и потом по прилету на ледник, я просто радовался, что я смотрю так, потому что я-то знал, кто как тренируется, и я прекрасно, потом на леднике это все вылезло, что ребята тут начинают, да вот там я там, вот самое смешное, когда народ начинает, у меня там времени хватает, и он подойди к хану, скажу, хан, у меня времени не хватает тренироваться, ё-моё, он такой, там в расти где-нибудь там плечо подставит, да пофиг абсолютно, есть время, нет времени. Вот. Ну, так потихоньку, тоже, ну, опять же, начали нормально оклемываться, хотя очень было много снега в тот год, тоже так тяжело, сходили на хан, и уже там, ну, остались, получается, вот я и мой друг, с Камчатки, которому победа нужна была, он закрывал снежного барса, всё, мы пошли с ним на победу вдвоём, у меня была палатка с умитомой, весом 3,5 килограмма, мы такие, подержали в руках, и решили, что мы не сможем затащить на победу, взяли две лопаты, и пошли так, значит, ну, на 5200 мы выкопали пещеру, выходим на 6100, ветер, так себе место, снега немного, пещеру не выкопать, рядом, значит, проходит там опытный товарищ, говорит, вы что, тут никто никогда ничего не рыл, я говорю, ну, давай тогда построим иглу, и мы где-то часа 4 строили там иглу, построили иглу на 6100 на победе, ниже нас встал вот один, кстати, из моих коллекций, с которыми мы потом поедем дальше, они стояли в палатке, я с утра вот выглядываю, а там вот прям видно, такая вот поваленная ветром палатка, там плющенная, и такие две спины распирают, мужики, вы же там живые, все, а мы выглочили, ну, да, там снег где-то сыпет, но самое главное, мы защищены от ветра, все, защищен в горах от ветра, спасен, все, значит, сходили на победу, как бы, все, мой друг закрыл снежного барса, значит, на следующее хмурое утро я встаю, там все бросают камни, куча народу, только один человек в черных очках, я сразу понял, что это снежный барс, все, и опять же, вот, ну, все, нормальная экспедиция, что делать дальше, я, значит, тоже весь в вопросах, и тут опять счастливое совпадение, в 96-м году, походив в Арче, мой друг предлагает поехать опять на Нельчек, там тогда модно было проводить забеги на Хан, и под это дело, ну, практически бесплатно всех забрасывали, значит, ну, за какие-то незначительные деньги, я, а у меня ничего вообще для Хана не было, в принципе, то есть, у меня даже шапочки не было, я пошел там, купил какую-то шапку, говорю, ну, ладно, поехали, поехали мы, причем так получилось, что мы тогда заезжали через Майдадыр, приехали в Майдадыр, погода плохая, но как бы там что-то какие-то клиенты сидели, типа лететь надо, сели, полетели, а при этом еще экипаж вместе с нами, там как раз была смена экипажа, экипаж вместе с нами всю ночь там квасил, естественно, до смерти, и вот они все такие неживые, но все равно полетели, кончилось тем, что мы там задели к чем-то за лед, у нас отломился винт, мы немножко упали, при том, что летели в полном тумане, мы вообще летели, просто уже по времени, там шеф такой, там пайлота такой, типа, Китай скоро, давайте присядем, посмотрим, что где мы, и вот во время присаживания, у нас там вот это все закрутилось, катавасия, самое прикольное, что мы только, естественно, упали, тоже все развелось, мы такие смотрим, лагерь там где-то далеко внизу, мы такие, вот, отлично, так он еще попытался после этого взлететь, значит, вот это настоящие драйверы, то есть, вот они и угробили все вертолеты, все, ну, естественно, взлететь он не смог, потому что там уже не было хвостового винта, и был погнут вал, и там еще что-то отвалилось, ну, конечно, в итоге вышли, они наконец-то посмотрят, а, винта-то нет, ну, тогда, значит, тогда типа пешком, вот, кстати, красиво, вот это вот гора Джигит, с озера Лакуль, 5000 на Тирскее, все, мы пришли в лагерь, как бы, ну, что делать, надо оклемываться, надо же бежать, типа, я говорю, пошли на победу оклемываться, потому что у меня там хорошие связи, у Казбека в лагерь, я говорю, пошли в лагерь Казбеку, там все, зашибись, пойдем на победу, ну, пошли, перешли через ледник, значит, причем он это сделал в тапочках, в темноте, на ощупь, потому что я ушел первый, он сказал, нет, я тут останусь, ну, я ушел, ладно, все, мы сидим, ночь там, пургаю, играем на гитаре, все хорошо, тут разваливается, весь заснеженный в этих, в телах, типа, говорит, прикинь, иду, и прямо, говорит, лбом бьюсь в этот, в ледовые стены, потому что когда рассеянный свет, ничего же не видно, все белое, белое, непонятно ровно, или вот так, ну, ладно, все, пошли на победу, и на победе, мы встречаем, тренера, свердловской сборной, которая, выполняет, трехгодичную программу, там, свердловский, Малай, это вот у них была программа, Барунзе, Анапурна, Макалу, все, встречаем, причем, я его тогда не знал, а мой друг знал, мы, он нас познакомил, мы там все троливали, и так получилось, что там корейцы как раз ходили на победу, четверо человек сходило, на 6500 одному стало плохо, они его оставили, оставили второго, чтобы тот посмотрел, когда тот умрет, сам спустился, а двое спустились, причем они, когда мы их спросили, чуваки, все окей, они такие, окей, они пришли в лагерь, сказали, что все окей, все вернулись, а поскольку их там куча, посчитать невозможно, но у нас на горе четверо, мы там два молодых, и там вот Сан Саныч Михайлов, и Дьяченко, дядя Коля, и вот он такой, типа, Казбек, да как их четверо уходило, он такой, как так, все, давай опять их расспрашивать, они внизу, нет, они не колются, говорит, все нормально, мы все спустились, он такой, да нет, в конце концов, их удалось посчитать, выяснили, что двух не хватает, уже два дня прошло, там, конечно, кипиш, все, а кому, а на горе никого нет, а он говорит, а Казбек не знал о нас, и он говорит, Михайлов такой, да тут вот еще два пацана, там, они с нами, и мы пошли, значит, мы были на 6100, мы пошли на 6500, а спасательную команду, тогда еще летал шеф-пилот Назарбаева, творивший просто нереальные чудеса, он высаживал на 5800, упираясь в склон, передним колесом, и народ на 5800, причем в облаках, конечно, феерично, мы такие, ну, все, просто молоко, мы слышим, что где-то вертушные, дебилы что ли, нет, нормально все, где-то там, мы на 6500 пока пришли, там этих, я подхожу, эти корейцы там, ну, лежат, я такой, что режим, ну, вот, умираем, причем, я их потрогал, там все ощупал, все рефлексы есть, там ничего, посмотрел, не поморожен, просто два чувака такие лежат, занесенный там, открытая палатка, занесенный снегом, корейцы молодцы, конечно, они вот все могут, и буквально там, через час уже, из этих облаков, вылетая там, тогда еще там, Борис Кошунов был практически такой, ну, не в расцвете, но еще очень силен, ну, все там, там, это сборная Северной Олеси, там, Коля Жилин, там, Юрка Ермачек, все такие, кони, все, они, ну, естественно, поскольку они вылетают, они, слава богу, с 5800 на 6500 бегом прибежали, у них там, слегонца это все, они там что-то рвут, мечут, а я уже такой спокойный, такой, так, чуваки, давайте там стоять, в общем, начал ими командовать, поскольку в очках не видно, кто там есть кто, я начал их там строить, как-то организовывать, что-то, в общем, ладно, спустили мы этого, черта, причем, второй сам нормально пошел, естественно, потом тоже так получилось, что у меня не было фонариков и трекинговых палок, а поскольку лагеря не оставили, сказали, забирайте, я такой лажу в этом, сначала такой хоп, нахожу в фонарике, потом думаю, дай-ка дальше покопаюсь, копаюсь, трекинговые палки, спасибо, кто-то там есть, в общем, самое главное, что мы спускаемся вниз, ну и Саныч такой смеется, Михаил такой, ты знаешь, кем-то командовал, говорю, кем, он говорит, Коршуном, я говорю, да, ну ладно, все, бывает, и вот он сказал, ну, говорит, собирайся в Гималайя, я такой, да ладно, ну да, такая фигня, а там получилось так, что, конечно, рассчитывали, Ефимов, старший тренер сборной, он, конечно, рассчитывал на старую гвардию, там, Першин, Виноградский, Тимофеев, но вот на Анапурне уже получилось так, что работал-то Болт, Фьерманчик и Салават, Хабибуллин, а вот старая гвардия, она так решила себя немножко поберечь, и Ефимов, он, как бы так, ну, немножко с ними разошелся в этом вопросе, и тут такой возник вот просто цепь, то есть понятно, что я там был не самым крутым, не самым сильным и так далее, а просто вот нужна была какая-то свежая кровь, блин, без башки, срочно, потому что деньги уплачены, программа там, все дела там, и вот таким образом я попадаю в команду, все, конечно, там тренировки, и вот, соответственно, в 97 году мы поехали, при том, что, конечно, на предъездной конференции там просто Лебедич сказал, да никуда они не залезут, ну, типа пусть ездят, потому что как бы положено, и нас это очень сильно, конечно, задело, потом вот уже в Катманду, когда сидели, такие, блин, либо мы залезем, либо одно из двух, потому что, ну, это нереально, вот после того, как нам, про нас сказали, что мы никуда не залезем, ну, это вообще несерьезно, и вот тогда, конечно, мне повезло, я поработал в команде мечты, и, в общем-то, я понял, что такое настоящая команда, какой она должна быть для достижения вот именно тех целей, которые мы, ну, которые мы достигли. Среди нас не было звезд, там были, да, там был самый опытный Салават, но он, как бы, вот у него звездности никакой абсолютно не было, хотя, да, он как спортсмен, он был там на три головы выше всех, вспомогателем к нам попал, как ни смешно, один из моих учителей, там, Коля Жилин, который потом, впоследствии, первым зашел в результате на вершину, он поехал вспомогателем, у него даже не было, там, мы ни пуховки, не дали, ни спальника, он там, как этот, гонял там дубов в своем синтепоне, в каком-то, только потом, когда у нас один поморозился, член, как бы, основной команды, и Коля по наследству перешла его пуховкой и хороший спальник, и он начал в нормальных условиях отдыхать. А так вот, ну, с миру по нитке, там, я когда смету увидел, я просто прослезился. Там, в Москве, мы лезти через Москву, в Москве мне Ефимов дает, что-то там, ну, какие-то, там, чуть ли не тысячи рублей, так, значит, смотри, нужно купить высотное питание, там, колбасу трали-вали, там, этой тысячи рублей хватило бы, там, на два сантиметра к нормальной колбасы. Я говорю, а что мы там два месяца будем есть? Такой, ну, придумаем. Столько риса, я в жизни своей никогда не ел. Ну, я тогда понял, насколько действительно, вот, эти повара, блин, ну, каркара, песня. Ну, такая экспа, конечно, была просто, вот, на последнем дыхании, даже дошло до того, что, вот, если бы НТВшники нам перед штурмом пожрать не привезли, то нам просто, ну, мы не залезли, потому что, ну, на одной этой непальской лапше, сушеной, ну, никуда не залезешь. Они там нам колбасы привезли, там, каких-то сникерсов, там, то мы такие, аааа, они такие, только не сожрите все внизу, вам же на гору еще, ладно, ладно. Все, и вот уже, мы там эти сникерсы, там, последние, все, вот, у нас остался, там, на 8-150, перед штурмом, И мы такие, так, у Сникерса раз, так это на возвращение. Это, конечно, я реально вернулся с дистрофией оттуда. То есть, я просто, я когда в Москве нас встречала, это, ну, там, делегация федерации, нам дали каких-то денег. И я до поезда, я все время провел в буфете Казанского вокзала. Она говорит, меня пиратински оттуда вытаскивает. Она говорит, не обожрись до смерти, нам тебя надо привезти живым домой. Но в конечном итоге вот так получилось, что, да, благодаря тому, что каждый из нас, то есть, вот, каждый из нас не думал вообще ни о чем. То есть, все думали только о том, что нужно вот просто работать, работать, работать. Никто не думал о вершине. Вот это было классно. То есть, всегда там, собираемся, там, что-то лишнее остается, там, да, там, Леха Болтов, конечно, был сильен, говорит, да, давай возьму там этот лишний баллон, там еще что-то, фигня какая-то, давай, все, полезли. Главное, вот, просто все упахивались. То есть, мы приходили с выхода, вот, все, там, бах, там, стакан виски, блин, и там нафиг никакой ужин не нужен, ничего, просто до утра вот так. И, конечно, залезли только благодаря этому, потому что никто себя не берег. И, ну, как показывает практика, вот, чего-то такого большого, действительно, можно достичь только вот в такой команде, вот, в которой, действительно, реально единый кулак. Ну, вот, к сожалению, да, потеряли Салавата, потеряли Игоря на спуске, вообще, конечно, обидно, потому что он уже шел на спуске, там, упал, сломал ребро уже, с условным ребром, там, потихоньку ковылял, все. Как бы повезло, что мы тащили, там, до самого верха, и правильно сделали, тащили медицинский баллон кислорода, на всякий пожарный, вот, на спуске, как бы, вот, он и горехаем, там, потихонечку, ну, восстанавливался. Ну, вот, блин, я говорю, вот, судьба просто уже все, вот, уже человек, все, кончилось, блин, там, осталось пять веревок, до Берга камень прилетел. Вернулись, конечно, ну, это, там, где-то месяца три я не спал вообще, там, какая-то постоянная вот этот разбор полетов, ну, что для меня это был, конечно, шок, потрясение, такой вот именно, не то, что я первый раз столкнулся со смертью в горах, уже, к сожалению, тогда было не первое, но вот именно, там, допустим, Салават, Салават я просто папой звал, потому что это, ну, реально, вот, для меня он был, его отношение было такое, вот, я воспринял, как вот потерю, так сказать, мой папа уже к тому времени умер, и вот, я как-то перенес, видимо, свои вот эти вот чувства, потому что, ну, вот он такой был, Салават, это была душа, притом, никогда, там, там, чтобы заставить, там, что-то бы прямо, как-то, там, заматериться, там, или что-то напрячься, нет, вот, все совершенно спокойно, что бы ни происходило, то есть, когда мы, там, обсуждали наши планы, в кают-компании, там, доходило, даже на Ефимова орали, что было, конечно, очень невозможно, я казался, ну, боже, как так, и вот, ну, конечно, было очень тяжело, плюс, естественно, там, нахлынули все эти, там, началось, что, да вот, там, да вот, то не так, ну, как обычно, там, когда есть за что зацепиться, сразу найдется куча людей, которые, блин, стараются для себя выжить максимум из этой ситуации, там, мне еще чудом, я говорю, совершенно меня затащили, обманом затащили, на Федерацию строили разбор этого восхождения, меня туда просто сказали, да пойдем там, ну, что-то такое, типа, какой-то между собой, я захожу, бац, разбор, ну, там чуть не подрались, конечно, и опять самым адекватным человеком был Пиратинский, который сказал, ребята, хорошая шашка, давайте возьмем там какие-то путевки санатории, пусть поедут отдохнут и все, сделаем выводы, что уже сейчас, как дело сделано, и вот, и тогда, вот опять же, мы потом с мужиками обсуждая все это, мы поняли, что значит вот гений тренера, опять же, генер тренера, руководителя, как важно, чтобы вот в команде, потому что Ефимов, вот он тогда, он на самом деле, он до этого, он был диктатором, жутким диктатором, то есть все стонали, о, Ефимов, блин, там ничего, ну, как бы, я тоже познал, хоть немножко, на себе его гнёт, а тут, всё, это вот человек, вот это высшее мастерство, мы там сидим, ругаемся, там, всё-всё-всё, там, он там что-то предлагает, мы, да, это гон там, потом в конечном итоге мы договоримся, приходим к консенсусу, причём так получалось, что мы принимали верные решения, тактические, там, технические и так далее, и зачастую, как потом оказывалось, это были его решения, которые мы принимали как свои, и естественно, уже там никаких вопросов не возникало, мы работали, вот, как, так сказать, как черти полосатые, вот, мы ученик на вершине хана, значит, ну, и всё, приехали, и тут, конечно, ну, потихоньку отошли, всё, я начал, вот уже после этого, я начал ездить к Азбеку, потихоньку гидовать, там, первый раз я поехал в 98-м году, мы, причём, ну, тогда это было так от нищеты, мы ехали работать, а потом он нам давал что-то сходить, в 98-м, вот, мы поработали, сходили, первый проход по северной стене хана, опять же, своей, как бы, тройкой, вот, Юра Ермачек, Коля Жилин и я, и вот тоже, я тогда, вот, мне опять повезло, что, я опять же прочувствовал вот это вот, команда-мечта, то есть, вот, среди, мы ругались там по-чёрному, там, камень, конечно, запустишь, но мы спустились, между нами никакой недосказанности, то есть, никаких, так сказать, никто, никогда, там, ни лишнего слова, какого-то, ни про кого после этого не сказал, точно так же, как после Макалу, то есть, вот, всё, мы остались честны перед самими собой, перед друг другом, было вообще здорово, сходили этот первый проход, ну, мне так, как бы, пофиг было, а там, оказалось, мы там, ну, естественно, там, у нас любая Маломайская гора, она тут же на какой-то чемпионат, оказалось, что мы там проиграли Лхоза по классике, ну, в общем, народ такой, там, а, там, ну, как так, там, да какая разница, мы сходили на такую гору, ё-моё, вы чё, нам что там за это, там, 20 миллионов долларов, что ли, дают, ну, ничего не дают, дают какую-то грамму, ну, и фикси, зато мы сходили на обалденную гору. Ну, и всё, дальше, там, в 99-м году мы сводили на победу группу Джунки Табэй, тогда, вот, я первый раз столкнулся с кислородом, с реальным, то есть, я вёл клиента с кислородом, они, так сказать, там, самая молодая у них была девушка 55 лет, поэтому Джунка, она мудрая, она сказала, так, ребята, на шторм мы пойдём с кислородом, то есть, у нас у каждого был баллон, мы, причём, был длинный шланг, и до обелиска мы шли так, что у них была только маска, а баллоны были у нас в рюкзаках, и вот тогда я понял, что такое кислород. Я просто тупо, ну, поэкспериментировал над своей девушкой. Я там иду, думаю, ну, дай-ка, ну, что, надо экономить кислород там, поставил там пол-литра сначала, не идёт, ладно, поставил литр, ну, идёт, ну, так себе, в общем, на полутора литрах, ну, пошла. Ладно, ну, идём, 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 а там перед уже подходом к обелиску, там такой вот этот длинный траверс, и было много снега, и что-то там тропёжка такая там застопорилась. Я такой, а дай-ка я два с половиной. В общем, она протропила, я еле успевал за ней. И я такой, мы прибежали под обелиск, эти такие, сколько я кислорода поставил. Я тогда вот обалдён, думаю, ничего себе, вот это да, то есть. Вастровина литра сделали из 55-летней умирающей женщины просто дикую лань. Всё, дальше мы тоже, опять же, с кислородом приключилась такая забавная история. Мы им уже баллоны положили в рюкзак, поскольку началась техническая часть. А третьей была Тамая Ватанабе, тоже такая известная, достаточная высотница. Она в своё время там держала рекорд на Эвересте по возрасту. То есть тогда, и она тогда была самая старшая, что-то под 70 было. Но она при этом была самая здоровая. С ней шёл Юрка Ермачек, всё, он ей засунул баллон, маску, всё, вперёд. Значит, идём, и она начинает отставать. Мы такие, ну как так, самая сильная вроде должна, отстаёт, 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 отстаёт. Мы такие, да ё-моё, типа, Юра, прибавь ей кислорода. Юра смотрит и жёдлит, она идёт без него. То есть он надел ей маску, но не включил кислород. И она где-то пару часов, бедняга, ну насколько здоровая, молодец. Но она сэкономила кислород зато для джунки, потому что на спуске у джунки кончился кислород и всё. То есть вот в этом плане, конечно, кислородная зависимость, она такова, что джунка шла-шла-шла, села в снег, такая, всё, я пришла. Мы такие, кислород кончился, посмотрели, да, всё, зашибись. Подзываем Тамару, такие, Тамара, давай, всё, отняли у неё кислород. Ну и, в принципе, и так она такая, ну ладно, что. Ну потом она, по-моему, даже на спуске она не пользовалась, поэтому достаточно много кислорода осталось у неё. И вот на этом кислороде джунка уже как бы нормально спустилась, а так бы, ну это было, конечно, хана, потому что даже по снегу тащить там на 7000, понятно, что ей бы там кирдик пришёл. Всё, в 99-м сходили на Победу, в 2000 году у меня там были семейные неурядицы всякие, в 2001 году опять я поехал работать на Казбека, и у меня попался забавный такой клиент, иранец, который в 99-м году наши друзья, Серёга Борисов, Коля Жилин, они сводили группу иранцев на Победу, а этот вот типа выпал из гнезда, как-то отстал. В общем, и он такой весь, как так, типа пацаны сходили, и я нет, я себя чувствую ущербным, а иранцы они такие, они горячие. У него неделя до окончания визы, и как бы, ну он на ханты сходил, такой, всё, типа побежали на Победу, ну побежали, ну только говорю, гора не обработана, поэтому извиняйте, быстро не побежим. Всё, он такой, да мне типа пофиг, я согласен, а всё, ладно, вылезли, ну пошли, значит, пришлось заночевать в ледопаде, потому что быстро не пролезешь с ним. Ночуем в ледопаде, он такой, Дима, это что, классика? Я говорю, ну да, такая вот фигня. Причём ленивый, чёрт, раньше девяти его не вытолкаешь просто вот из палатки, а мы уже когда на важу вылезли, понятно, что, блин, девять это не вариант, и всё, я ему говорю, так, чувак, вот такая фигня, либо мы завтра выходим в пять утра, либо извиняй. И вот я, я такого никогда не знаю, для человека реально, я понял, что для него встать в пять утра, это было, это вот, я думаю, что потом он об этом рассказывал, как о главном своём подвиге. Всё, он такой, у него такая была борьба написана физиономия, просто он такой, Дима, как в пять утра, мы должны встать или выйти? Я говорю, выйти, и он такой, и всё, я говорю, но вот что значит мотивация. Всё, в пять утра мы вышли, сходили, спустились, и так получилось, что первых людей мы встретили уже там практически под диким. Конечно, ухайдокались, спустились в мульду, палатку поставили, там типа лежим, говорю, сейчас нигде, немножечко отдохнём, и я приготовлю ужин. Просыпаемся в пять утра, мимо нас казахи идут, типа, чуваки, вы домой-то идёте, а мы всё, вот, я как сидел, увидел, и он тоже. Но зато так получилось. И потом так у меня тоже жизненный поворот, я переехал в Киргизию. Ну, а там любимая Арча, но опять же, вот, ну как-то вот, начал ходить соло. Потихонечку как-то вот я пришёл к тому, что, блин, на самом деле ходить соло зачастую гораздо безопаснее, чем вот со всякими сбродными группами, потому что, ну, у меня один раз там в группе вообще был шизофреник на стадии, так сказать, ремиссии, ну, когда он там оказался в какой-то определенной ситуации, мне пришлось там его камнями гнать, потому как ремиссия закончилась. И вот я так потихоньку-потихоньку, а так ещё получилось, что что-то какие-то деньги почему-то откуда-то появились, я купил себе новые кошки, новые тяпки и приехал в Бишкек зимой, и тут же, конечно, полез соло на лоу, залез соло на лоу и почему-то оставил внизу верёвки, потому что решил, что ну что, я как бы, у меня же новые инструменты, тяпки там, я же могу пешком спуститься по лоу, как бы, ну вот это могу, она там продолжалась всю ночь, после чего я понял, что всё-таки верёвки за собой таскать, это полезная вещь, всё, после этого я сходил на Барбера, и вот началась как бы такая же осознанная сольная карьера. Вот что могу сказать, на самом деле соло, конечно, очень полезная вещь, оно, несмотря на кажущееся вот раздолбайство, вроде как бы превышение там каких-то нормативов по риску и так далее, это мероприятие гораздо менее рискованное, это вот занятие в саянах, зачастую, чем вот обычное восхождение, потому что в соло, ну, конечно, если есть голова, ну, это по априори, ты никогда не будешь пытаться как-то вот поднять планку своего риска. Ты, это вот точно так же, как я всегда говорю, ребята, блин, властьте без страховки, тренируйтесь, лазанье без страховки. Я в своё время, когда что-то в определённый момент прочитал книжку про Хиргиани, там тоже было написано, что вот он тоже заставлял там народ лазить без страховки, я такой, спасибо за поддержку. И точно так же, вот, ну, в соло никогда не будешь вот просто тупо рисковать, как вот, ну, зачастую, там, когда ты знаешь, что у меня есть страховка, ну, там, типа, ну, сорвусь, сорвусь, ладно, повисну там и так далее, хотя тоже, на самом деле, там, ничего не понятно, как ты сорвёшься и повиснешь. В соло нет, всё тихо, спокойно, надёжно, проверено, там, я первый раз, я там на байчачике маршрут шваба соло лез 13 часов. Там, вот, всё полностью там перелил, там, вот это, как стандартная техника, вверх-вниз, я чуть с ума не сошёл, боже мой. Ну, вот, потихонечку, как бы, вот моя хижина ворче, потихонечку вошёл, и вот мой любимый байча мой, ну, как-то, ну, начал ходить, опять же, ездил работать, и опять, вот, в третьем году, то есть, немножко я так болтался, типа, не пришей рукав, в третьем году я поехал, причём, за свои деньги на иный чек, походить для себя, и так случилось, что там одновременно, вот, команда Саня Денцова готовилась к первой попытке на жену осенней, они там оклёмывались на хане, и мы жили в одном лагере, и буквально перед самым их отлётом, так, как-то, вот, произошло, что я, вот, сходил на победу за два дня, из базы в базу, и я, такой, прихожу, и они, типа, ты же, на победу уходил, ну, да, говорю, и что, ну, вот, сходил, ну, ладно, ну, и как-то, типа, удивились, ну, и всё, и, ладно, разъехались, и потом, вот, это всё вспомнилось уже, когда я уже переехал в Москву, и так, вот, тоже, Жак, говорю, первый день, я нашёл работу, хорошую работу, я вышел на работу, мне звонят, говорят, блин, тут вот Саня Денцова в пресс-конференции, он хочет с тобой поговорить, я такой, блин, ну, ёлы-пал, ну, понятно, что, как бы, поговорить, это, значит, позвать команду, позвать команду, это, значит, опять, вот, только жизнь, жить начал, ну, и всё, мы с ним встретились, он говорит, ну, такая фигня, типа, как бы, вроде так, ты нам, ну, нужны ещё люди, потому что гора тяжёлая, длинная, суровая, там, ну, давай попробуем, как бы, и всё, и опять, вот, естественно, там, чё, всё, в четвёртом году, вот, мы поехали, и вот там я уже, так сказать, столкнулся с командой звёзд, это круто, я, конечно, ну, я многому, для меня, как бы, всегда, когда я, мне повезло, там, ходить с какими-то сильными людьми, я обязательно, конечно, для меня всегда была, самое главное, это школа, я всегда, там, пытался впитать, смотреть, вот, что, как, он, что, там, блин, я на жену, только у Сани Ручкина, увидел, как можно ходить с педалями нога-нога, смех, просто, так, всю жизнь ходил, грудь-нога, блин, как дурак, а тут, реально, ну, потому что на склоне грудь-нога, это идиотизм, а, ну, что ж такое-то, почему я, явно здоровее, во, он ходит, блин, в 10 раз быстрее меня, и тоже так, что-то, раз-раз копытами пошевелил, шевелил, вот, с Настровцем, елы-палы, и, вот, да, вот, в таком, вот, в плане, конечно, роста, обалденный опыт, там, да, я посмотрел, как действительно работают, там, великие мастера, все круто, но, вот, в плане команды, конечно, вот это, вот, да, было видно, что звезды, то есть каждый хотел выйти на вершину, блин, ну, в конечном итоге, да, это нас вывело на вершину, но, вот, я, я бы предпочел команду, с которой я ходил на Макалу, вот, именно, хотя, вот, даже на жену тот же Леха был, там, и так далее, но, уже, вот, мировоззрение, все-таки, вот, я заметил, как звездность, все-таки, она в определенной степени меняет мировоззрение людей, не в лучшую сторону, и, в принципе, вот, ну, понятно, почему, допустим, вот, ну, многие буржуйские команды, вот, именно, которые собирались звездные, они не достигали успеха, потому что, ну, и лебедь, рак и щука, это достаточно такое сложное взаимоотношение, и поэтому чего-либо добиться достаточно сложно, когда каждый, вот, именно, ну, у каждого есть цель, но она своя, а когда у каждого цель, она общая, вот это, да. Ну, что, залезли, сходили, и, значит, там получили, тоже, там, сколько было всякой фигни, и, значит, ну, я, как бы, все, я уже опять вернулся, конечно, в Киргизию, чуть-чуть, как бы, раз пошла такая пьянка, начал потихонечку работать, ну, опять же, стал вопрос, надо, как бы, надо уже начинать работать в горах, до этого, там, у Казбека это было так, там, что-то, как-то где-то, а тут, вроде, уже, как бы, и опыт есть, и, там, вроде, все нормально, и условия есть, но есть шило, то есть, у меня в 2001 году, вот, опять же, после иранца, там, у меня был такой забавный случай, когда я повел трех первозрядников на центр, нахан по центру северной стены упал, но, там, мы спаслись тоже чудом, но тогда, вот, я понял, что, блин, эту стену можно пройти соло, как впоследствии потом прочитал Хрещатова, до него тоже дошло, но, блин, не успел, к сожалению, и, вот, у меня, вот, эта, вот, мысль, она меня занозила, я думаю, блин, надо, надо, вот, я пришел к выводу, то, что, пока я не схожу, не попробую, я не смогу работать, вот, с клиентами, там, мне не важно, с кем, потому что, вот, меня будет одолевать все равно, вот, это, вот, моя цель, которая будет мешать мне сосредоточиться, потому что, ну, когда я работаю с клиентом, то есть, я не думаю вообще ни о чем, а как я могу не думать ни о чем, если я думаю о Хане по стене, все, и, там, вот, я начал, как бы, думал вообще в пятом году, но в пятом году у меня так неудачно получилось, мы с группой, как бы, я поучаствовал в вертолетном крушении, вместе с Димой Москалевым, мы там так нормально кувыркнулись, чуть не сгорели, чудом все выжили, там, съемки нашего крушения обошли все каналы, но, во-первых, у меня сгорела абсолютно вся снаряга, и, как бы, ну, и так, я там немного побился, соответственно, сезон пропал, и в шестом году я уже опять, я договорился с Казбеком, что, говорю, Казбек, давай, вот, я на тебя поработаю, ну, ты вот мне потом дашь вот эту возможность, то есть, я не ожидал, на самом деле, что Казбек согласится, потому что это, ну, такая была достаточно авантюрная идея, при том, что он должен был меня оставить на леднике одного уже после сезона, естественно, он там не будет же лагерь ради меня держать, а я должен был, типа, залезть и спуститься на юг, где еще лагерь стоял, ну, ладно, вроде как, ну, он, может, он рассчитывал, что я там уработаюсь и откажусь от этой идеи, а кончилось тем, что, значит, все, значит, тоже там у меня, там, и на Хана, так, по классике, там, с клиентами сходил, потом вот на победе попался мне, ну, классный мужик, которого я еле спас и тоже получил огромный опыт, вот, именно в плане, кстати, наблюдения, как вообще происходит начало, там, горной болезни, все, и когда надо человека поворачивать и так далее, то есть, тоже такой случай, Дитар Порше, 8 восьмитысячников, бывший рекордсмен восхождения на Конкаго, то есть, естественно, мужик, все, там, ну, когда визитки кому-нибудь там свои давал, там, он в палатке ночевал практически у меня, в базовом лагере, и все, ну, вот, пошли на Гуру, я вижу, что, ну, не то, и так получилось, что я ему сразу говорю, Дитар, фигня какая, давай повернем, он говорит, нет, как так, что, 8 восьмитысячников, ладно, залезли на Вашу, нас приперла непогода, мы 4 дня просидели там, ну, нормально, что, в пещере, как бы, сидишь, да и сидишь, фиг с ним, и вот уже все, погода установилась, мы вылезли, пошли, ну, буквально метров сто он прошел, я говорю, нет, отец, давай поворачивай, потому что все, он там меня проклял, но уже буквально мы дошли до пещеры обратно, он уже такой, все, типа, вертолет, там, тролливали, спасайте меня, умираю, говорю, извини, не здесь, ну, хорошо, я никогда не стою далеко от Ваши, чтобы можно было быстрее перевалить, мы перевалили через Вашу, у меня была длинная веревка, я вот так потихоньку-потихоньку смайнал, то есть, вот, повезло, на самом деле, ну, опять же, сыграло роль, что, конечно, мужик был непростой, и организм у него был подготовленный, крепкий, вот он это выдержал, то есть, я уверен, что, в 90, там, процентах случаев, простой смертный был, в такой ситуации бы, там, загнулся бы. Все, и, ну, тяжелое было, конечно, восхождение, и все, я прилетаю в Каркару, такой, говорю, ну, что, все, Казбек, договорились, давай, он такой, елы-палы, и все, он меня забрасывает обратно на север, собирает лагерь, так, раньше, мы когда улетали, даже вертолет, командир такой, ну, ты что, правильно встанешься, я такой, ну, да, обалденное чувство, на самом деле, вот ты один, северный Нельчек, северная стена Хантенгри, и никого, и вот ты один, и ты знаешь, что ближайшая жизнь тебя вот там за этим хребтом, и тебе туда нужно, ну, как минимум, по классике перебраться, потому что, блин, через Мирсбахера не пойдешь, перевал 11, тоже так себе вариант, потом в одиночку, и я такой, конечно, эмоции не передать, вот это вот ночи, перед восхождением, просто это, ну, сходил, забросил рюкзак, и полез, но вот не подфартило, с погодой, буквально, в первый же день, ну, опять же, с другой стороны, подфартило, потому что, вот как раз, когда я долез до точки, где нужно было либо сворачивать на центр, либо там что-то думать, ну, я смотрю, ну, все, царусня пошла, что делать, как бы, блин, дюльферять, вроде как, и я там, ну, залез по правой части стены, вылез уже на гребень, блин, смотрю на казахскую, ну, на южную сторону, а там свежие следы под, то есть, на хане никого не было, ну, под перемычку были, я такой, ёлы-палы, а я уже, ну, с юга давно не ходил, и дороги кто не знал, а там спускаться так себе без тропы, я думаю, о, отлично, сходил на вершину, спустились, спустились мы там с Серегой Бродским там на юг, все, и вот тогда уже потом я, ну, все, теперь я этот пунктик закрыл и начал уже едовать, и на самом деле, как оказалось, вот, именно тогда начался мой вот самый такой прямо альпинизм, альпинизм, поскольку до этого, ну, что, я был такой человек, как бы, я не профессионал, то есть, мне там надо где-то денег заработать, и я ездил в горы, это, по сути, ну, так вот, урывками, а тут, бах, я оказался в горах, вот, все, я 10 месяцев проводил в горах, и, естественно, там, вот тогда уже, по большому счету, я начал расти гораздо больше, как альпинист, вот, как спортсмен, как технарь, там, как все, при этом, да, как ни парадоксально, там, ну, просто совершая, вроде как бы, обычные восхождения, там, я люблю, там, статистику ввести, ну, вот, я веду, там, список своих восхождений, там, смотрю, как, что, в какие года я сходил, и вот, я потом уже, как-то, там, сел, такой, смотрю, ел и пал, вот, я, допустим, там, с моего первого восхождения в 87-м году, там, до 2006-го года, я, там, сходил, там, допустим, может, там, ну, около 100 гор, и за прошедшие, там, с 2006-го, там, вот, по, допустим, ну, по сегодняшней, если взять, то уже, там, где-то, уже, там, под 200, то есть, получается, почти в два раза больше, то есть, соответственно, как бы, а тут это все, так сказать, прямая зависимость, то есть, чем больше альпинист ходит, тем он, как бы, сильнее, чем, как альпинист, потому что, ну, если он, конечно, ходит не только на Альбрус, а сложные маршруты еще позволяет себе. Вот такая занятная штука, ну, потом, естественно, потянул, вот, я стал много ходить соло, и тут же, опять же, вот, я проверил, вот, гипотезу своего роста вне системы, там, на своих учениках, у меня, там, в Киргизии два, там, пацана подработали, подрабатывали у меня потаскушками, и потом, я смотрю, вроде-таки, ну, нормальные пацаны, говорю, чуваки, давай делать саппинизм, ну, че, че, как эти, будете всю жизнь баллоны таскать, пойдете гидами будете деньги зарабатывать, о, давай, все, они уже тогда, ну, вроде, там, там, есть секция в Бишкеке, они, вроде, как, там, состояли, что-то, там, двигались, ну, вот, когда, там, мы пошли на первые занятия с ними, я смотрю, блин, есть над чем поработать, все, и так получилось, что, вот, за год эти пацаны, они переросли, вот, всю свою секцию, даже всех, вот, там, гуру их секции, кончилось тем, что их торжественно на собрании секции отчислили за предательство интересов, вроде бы, как бы, секции, ну, по сути, предательство интересов, так сказать, там, ну, человека, который встает во главе, там, доходило до того, чтобы на следующий год они еще больше выросли, там, Артурыч стал самым молодым снежным барресом в Киргизии, там, доходило до того, что с ними чуть ли не здороваться, перестали, но потом, к счастью, там, разум когда-нибудь победил, там, сейчас все, мы все друзья, но в целом, вот, я понял, что, елки-палки, ничего себе, и потом, самое, что прикольно, за ними, как раз, вот, уже потянулись вот эти ребята, которые, да, такие, блин, ничего себе, такая, как так, вот, какие-то там черти, блин, непонятные, там, без разрядов, без нифига, вот, они, причем, сами ходят, там, крутые маршруты, первопроходы, там, а мы тут, вот, все-таки, вроде, правильные, блин, тут на тройках сидим, там, третий год, а то и четвертый, и ничего не можем там сходить. Все, они вот тоже начали, то есть, такой пошел, отчасти я стал таким небольшим катализатором спортивного роста киргизского актинизма, и сейчас, вот, получается, там такие ребята, которые ходят, мама, не горюй. Вот, соответственно, вот, как бы, на своих учениках я понял, что, да, это, блин, реально, вот этот путь, тем более сейчас, как бы, это совершенно нормально. Потом у меня случился творческий кризис, я завязался альпинизмом, и вроде как уже навсегда забыл, все, я спокойно, даже у меня был такой момент, я еще не работал в спортмарафоне, такой, зашел сюда, походил, потрогал кошки, там, ледорога, нет, вообще ничего не шевелится, связь, отлично, все, начал жить. И, вот, познакомился с девушкой, которая меня вернула в горы. Ну, а тут наркоман, ты что, им только дай понюхай. Я, опять же, ну, конечно, ворчу, ворчу, в любимый ворчу, я приехал. Первый год там так, просто на Новый год походили. И, вот, в 15-м году зимой уже я своего ученика подцепил, говорю, ну, что, пошли, полезем куда-нибудь. Мы полезли зимой там в маршрут Ручкина, который там перед, года за два до этого, там, за 20 часов, что ли, сходили, эти, Глазунов, там, Стюлю, по всей черти. Ну, мы с ним полезли. В общем, это был самый длинный, пока еще, самое длинное восхождение в моей жизни. Мы лазили 28 часов, на спуске еще спустились, пурганье погоды. Мы на родном Оксае, там, кое-как нашли эту корунскую хижину. Пришли туда, говорю, ну, все, Артур, сейчас я просто умру, и все. И тогда я понял, что, да, блин, вот этот лозунг «Мастерство не пропьешь», где-то у него и есть, так сказать, трещина в нем. Особенно, особенно, когда там, ну, в некоторых местах, Артур же такой, ну, что, Диман, тебе помочь? Он такой, как мне помочь? Ну, что я, блин, кто ты, кто я? Нет, там, что, у меня два золотых ледороба, как ты можешь? Вон они там тыкают меня своими штучками. В общем, но потом, мы спустились, буквально день, отдохнули, а мы на спуске оставили там три веревки. Я говорю, ну, пойдем спускать веревки. Надо идти спускать веревки. Я говорю, блин, а что, давай, что зря, так сказать, гонять. На Корее есть обалденный маршрут по соплям. Слева от треугольника, ну, есть классический барбер, а там есть маршрут, который натекает на вертикальных скалах. Такой лед. Вот я его один раз, я его ходил с клиентом, причем так, что мы долезли до этого места, я сказал, нет, все, мы дальше не поленем. Ну, реально страшно, там все откалывается, застраховаться невозможно, и это, ну, натурально крутой лед, причем, как бы, это не водопар под тобой уже там. И все. И мы спустились, и тоже с ним пошли снимать веревки. Я такой подлажу к этому месту, он отстал. Я такой, блин, как обидно, вот вроде, вот, вот, чуть-чуть, вот еще веревка, и мы уже перелезем в нормально-нормальный лед. И пока у меня клиент подходил, я это место, как бы, самое страшное вылез. Так, он подошел такой, о, типа, ты вылез, что ли? Я такой, ну, да, пошли дальше. Все, мы залезли. И вот тогда мы первый раз сходили этот маршрут. Вот, и сейчас уже второй раз, я говорю, ну, давай, что, попробуем, залезем, пока есть. Потому что сейчас этого маршрута нет, он просто растаял. И мы, естественно, вот он, кстати, вот Барбера. Это вот, вот этой зимы фотография. Это вот Траевс, он сильно все очень потаял. Вот это вот был лед вообще, с ума сойти, конечно. Что солнце делает. Причем, естественно, мы такие, а что, типа, там, подходить? Давай с Рацико попробуем на Рацико. Ну, давай. За 20 часов тоже сходили, я себя проклял, но понял, что надо тренироваться. Что вот, как бы, ну, не знаю, там, ну, и мастерство тоже, мы полезли, там. Я станцию сделал, что-то там еще сгандебарил. Артурыч вылазит, такой ржевый, говорит, а один крючочек-то выпал. То есть, конечно, вот, поэтому я всегда говорю, что, ребята, в таком прикладном спорте, как альпинизм, выражение «мастерство не пропьешь», оно не работает. То есть, если человек постоянно не ходит, постоянно не работает, все, это вот два года максимум, это уже совсем другой человек, совсем другого уровня. И я, вот, я много раз видел, как крутые в прошлом альпинисты, так сказать, на лезли маршруты, которые они раньше там ходили, мне так уж, они так совсем не уж. То есть, ну, все было гораздо медленнее и тяжелее. Ну и все, и я, конечно, все, что, ну, надо тренироваться. Я начал тренироваться. И получается, все, как бы, уже в шестнадцатом году я поехал осознанно в Алла-Арчу. А что она не крутится дальше? Кристина! Должно крутиться, там еще куча фоток, а она не едет. О, поехало, чудо. Да, это вот тоже, это вот как раз нижняя часть барбера. Вот этой зимой. Я поехал уже просто вот ходить в Алла-Арчу. Да, блин, ну как так? А, вот она. Так, ну и совершенно нормально получилось, что я потихонечку расходился, то есть на своей любимой байче. То есть у меня есть в Алла-Арче всегда стандартный набор. Я приезжаю, я всегда открываюсь пятеркой на байчичике по швабу и потом уже, так сказать. Как правило, я хожу все сразу три. Вот тоже забавный момент, допустим, там вот в правилах. Эти все три пятерки, на самом деле абсолютно разные по своей сути, они идут как один пункт. И люди очень часто себя обкрадывают, что они сходили одну пятерку, типа она вот пошла в клеточку, а дальше уже там, ну, может быть когда-нибудь. Хотя на самом деле, я говорю, это совершенно три разных пятерки. Шваб это лазанье, там Кузьма это больше, там лазанье ИТО, полик там еще круче ИТО и так далее. То есть на каждой пятерке человек может что-то получить новое для себя, но он не идет потом. Нет, у него сказано, что ты должен сходить одно, а потом надо искать что-то новое, чтобы закрыть следующую клеточку. И таким образом, ну, просто люди себя обкрадывают, а так все, пришел, я всегда, все, залез эти три пятерки, после них нужно лезть куда угодно, наработана моторика, наработана, так сказать, уже вот все движение, так сказать, работа со снаряжением, что тоже очень важно. Ну, вот потихонечку, как бы помаленечку начал ходить. И, естественно, опять же задумался о том, что, блин, ну что, может опять погидовать. И в пятнадцатом году попробовал. Нормально мы походили в Арче, но все так прикольно, достаточно закончилось. Хорошим уроком на Победе. Очередной раз судьба, вот мне так, чувак, что не надо расслабляться. Получилось, что мы пошли обрабатывать ледопад. Уже вышли, ну, дошли до первого лагеря, там, с компанией из трех ребят. В общем-то, ну, я так понял, что там чуть ли не мастера спорта уже. И мы вечером, говорю, пошли, вечером провесим, а утром уже пойдем дальше. Вот повезло то, что, поскольку я пошел налегке, я первый раз на подходе одел каску. То есть обычно я одевался под ледопадом, а тут, блин, некуда одевать. Одел каску, мы шли связанной на двойной веревке. Все. А там под стеной, там приличные такие дырки. Ну, поскольку я никогда, я много раз провалился на веревке в трещину, ничего совершенно страшного. Рабочий момент. Как бы это даже не на маршруте сорваться, это, ну, ушел там. Как правило, вот так. Глубже очень сложно провалиться, если нормально вы работаете. Ну и все, я иду. Блин, у меня сзади три мастера спорта. Что, я просто иду, иду. Тут бах, я лечу. Причем трещина вот такая. И посередине растет вот такой ледяной плавник, об который я, к счастью, ударился ногой, порвал голеностоп, перевернулся вниз головой. Тут меня спасла каска. И спасла, опять же, то, что на дне трещины была вода. Я заныриваю, думаю, блин, я сейчас еще утону. Вообще такая досада. Когда я вылез из трещины, я увидел, значит, три пары вот таких глаз. Такие, нифига себе, как ты упал. Такой, ну, вообще нормально. Говорю, парни, а вот эта вот веревка, она вам ни о чем не говорит, как бы. Она не должна была быть натянута вообще. А у них вот они, да, видимо, я там феерично провалился, что только ноги сверкнули. И вот получилось, что вот сезон закончился, поскольку, ну, все, я выбил колено, там порвал голеностоп. Но зато получил, опять же, вот я расслабился. Я на самом деле, когда я хожу с незнакомыми людьми, я рассчитываю только на себя. Я вот, у меня все под контролем постоянно. А тут я, блин, три мастера спорта. А не надо расслабляться, потому что на самом деле ошибиться могут даже восемь мастеров спорта одновременно. Все. И вот в шестнадцатом году я уже такое воспрял, походил и решил, что можно задуматься о возвращении в гидовство. Но для этого мне нужно было сходить на высоту. Меня, естественно, постоянно на высоту глотуют. А на высоте не был давненько. Получается, с какого? С десятого года так вот наверху. И, конечно, меня, я с большим пиететом отношусь вообще к горам. И к высоте особенно. Потому что, как бы, я не верю в то, что там помогают мне какие-то там прошлые заслуги и так далее. Потому что они не помогают на самом деле. И постоянно высокие горы, они доказывают это смертями опытных людей там, которые туда идут и гибнут. Потому что они немножечко расслабились и забыли, что помогают, не былые заслуги, помогают безумные тренировки. И все. И опять я начал, блин, тренироваться. Вот ненавижу бегать. Просто ненавижу бегать. Но мне пришлось набегать за семь месяцев 2800 километров. Это было вообще ужасно. Как бы, если бы мне тут парни нормальные кроссовки не подогнали, у меня бы, наверное, вообще ноги бы стесались бы. Ну, это какая-то вообще полная чертовщина. Но зато я приехал на МЛЧ. Опять же, я всегда стараюсь, если я иду по классике, я стараюсь как-то ходить не так, как я ходил в прошлый раз. У меня была идея, думаю, что попробую, так сказать, сходить на Хана без окремухи, с предварительной окремухой в Арче. Получится, не получится. Ну, вот интересно. Все, я приехал в Арчу. Провел там две недели. Причем первую неделю я вот именно там, ну, залез опять швабом, открылся. Потом так повезло, вот удалось наконец пролезть тот маршрут мечты, который я принял в свое время за Беззубкина, пролез Контерфорс Мышляева. И потом просто поднялся там в Канакаронском леднике. Есть в чашке прямо под башнями. Там есть отличная мульда, где можно поставить палатку и жить на высоте 4-500. Все, я там пожил где-то дней пять. Спустился, прилетел на ИНИЧе и совершенно спокойно на пятый день после прилета я зашел на вершину Хана. При том, что маршрут был не обработан, мне там где-то лезть пришлось, там где-то еще что-то, где-то вешать. Но, ой-ой-ой, кто здесь, не зальвется. Но вот я для себя, опять же, вот сделал такое, думал, ну надо, ну не зря, значит все не зря. Потом я спустился, как бы, и через пять дней еще раз ходил на Хан, уже с другой тактикой, там, ну тоже так, как я никогда не ходил. И, в общем-то, вот я понял, что да, вот, ну не зря, по крайней мере, потрачены вот эти силы, время. Потом пошел на победу. На победе вот тоже немножечко, ну не получилось. На самом деле, хотел сходить быстро, а поскольку я уже, ну не говорю, мне на победе себя сложнее себя удивить, чем на Хане, потому что, блин, на победе я там был 10 раз, и я там как только не ходил, вот там из них вот пять раз там я до вершины добирался, но при этом вот я 10 раз выходил на ВАЖу, там, во всякий катаваси попадал, и вот уже, как бы, ну, я вот все думал, думаю, блин, ну как, какую тактику выбрать, такое, что вот у меня там не было. И сложно прямо вот. Так получилось, что вот, ну, что-то никак. Залез, пошел, опять же, там на горе только одна группа была. Ребята первыми вылезли. Ну, я думаю, ну, пойду, просто стартую, там, с первого лагеря до куда-то дойду. Там, дошел до 6400, палатку поставил, все, на следующий день непогода. Думаю, елки-палки. Ну, мне, как бы, я на победу ходил не раз непогода, ну, нафиг все это делать, потому что такси в удовольствие, ходить надо в удовольствие. Я спускаюсь в этот день на 5800, блин, к вечеру погода налаживается. Я вспоминаю, тоже что-то сидели с Грековым, и вот он, что, а что-то, говорит, вон Абрамов, он в 10 вечера выходит на Эверест, на штурм, и все, говорит, и идет всю ночь. Ну, я сижу такой в пещере, думаю, ну, и фиг с ним, что. Сегодня с 6, ну, зря только, конечно, спустился с 6, ну, ладно, что, пойду, попробую по-абрамовски. И я, нет, часов там, в начале 11 ночи вышел и пошел наверх. При этом мужики, конечно, прикололись, они ночевали на 6100, я, получается, спускаюсь в 6400 и где-то там, ну, встретил на подъеме. Они такие, ты вниз, я такой, ну, да, что-то, ну, ладно. Два часа ночи, я прохожу мимо них на 6400. Значит, у мужиков законный вопрос, кто здесь? Я говорю, это я. Они такие, что, не списывали? Ну, вот что-то это. Все, все нормально, классно, думаю, ну, как бы, нормально, идет, там, рассвет встретил на важе. И вот чуть-чуть, буквально получилось, вот, если бы я еще день там попьянствовал, то все было бы хорошо. А так вот именно в этот день, ну, накрылось все, я дошел до верблюда и закрыло молоко. И я говорю, ну, куда, куда я, там, я мог заночевать, у меня там, в принципе, была лопата, там, все, ну, ничего, вот, ладно, пошел обратно, промахнул с моим верблюдом, ушел на пик неру, там, по траверсам, иду, вот, все не то, все круто, как-то, ну, что ж такое-то. Хорошо, опять же, повезло, буквально раздул на несколько минут, я смотрю, у меня уже важе где-то там за спиной. Ну, ладно, значит, опять же, на спуске я уже третий раз за сутки встречаю этих мужиков. Они там ставят очередную ваги, такие, слушайте, я, типа, не надоело тут дефилировать. Ну, вот, мы говорим, ну, чего, вот так вот, как бы, все, а на следующий день уже, вот, причем, вот, наверху была классная погода, а с 5800 я долго не мог спуститься, потому что именно стояло молоко в районе 5300, и без следов тоже там можно было улететь, мама не горюй. Вот так, то есть, сейчас все, вот, это, сейчас в феврале я съездил в Арчу, тоже, опять же, сходил там и Лоу, и Барбера, там, и, в общем-то, очень хорошо, так сказать, попался мне такой здравый человек, то есть, мы сходили, так сказать, ну, практически со временем в спортивной группы, маршрут Лоу с человеком на искусственных коленях. При этом он шел не на жумари, а молотил на молотках. Это просто была феерия, при этом мы еще поймали единственный день самой плохой погоды. Конечно, ну, классно. Вот, в этом плане, конечно, вот, и сейчас уже через два дня я флайвей в любимую Киргизию. И, конечно, надеюсь, что продолжить ходить. Вот это такая история роста. Дальше вот чисто по пунктам, как вот к этому можно, в принципе, прийти. В начале, вот, просто я оглядываюсь, опять же, на то, как все это у меня было, структурируя. То есть, самое главное, это вот чутко для себя определить цель, вот что вы хотите. Потому что иначе вы, во-первых, не сможете себя мотивировать. Во-вторых, блин, вы будете тратить пустое время. Самый главный ресурс невозобновляемый, который, все, вы уже ничего не сможете сделать. Поэтому, как бы, и вот всегда, опять же, там, занимаясь, ну, я в применении к альпинину всегда нужно держать в голове, когда вот вы чем-то там что-то делаете, там где-то чему-то учите, что. Всегда есть два пути, как любил говаривать Даг Скотт. Нет, так сказать, вот, и это позволяет избавляться от догм. Потому что в альпинизме, как нигде, поскольку это все связано с каким-то риском, ну, очень много попыток вот навязать какие-то догмы, что вот можно делать только так, и никак иначе, вот только так, 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 все. На самом деле, можно делать как угодно, говорю, в любой ситуации. Всегда есть, как минимум, два пути совершенно, так сказать, адекватных по всем параметрам. Просто все зависит от того, как вы сможете найти эти пути. Значит, вот, выбрать цель, потому что надо понимать, говорю, вот, чего вы хотите. Вы, если вы хотите добиться, так сказать, участвовать там в чемпионатах, это одно. Это, так сказать, вам нужно заниматься в одном ключе. Хорошее тоже, на самом деле, ну, увлечение, в принципе, я говорю, я никогда не делил там альпинистов на правильных и неправильных, я их делил там на тупых и грамотных. И как показывает практика, на самом деле, и там, и там, так сказать, и того, и другого вполне достаточно, примерно одинаково. Значит, либо, так сказать, вы просто хотите расти, вот, самое прикольное, что вот сейчас такое время, что любой человек имеет возможность расти в альпинизме просто ради себя, ради кайфа. То есть не ради участия в чемпионатах, и при этом он может ходить горы там ничуть не, так сказать, положи, чем те, которые ходят на чемпионаты. И, причем, и ходить так же там с такими же временными результатами, просто для себя, просто получая удовольствие от того, что он растет не над соперником, он растет над собой. Потому что, по большому счету, альпинизм, конечно, это чисто соревнование с самим собой. Вот эти все соперничества, это фигня, потому что, поскольку невозможно обеспечить совершенно честные условия соперничества, потому что всегда маршрут будет для всех команд разный абсолютно, даже при кажущейся одинаковой погоде и так далее. И, соответственно, как бы вот эти все вещи, они, поэтому постоянно какие-то вот эти все терки там на чемпионатах, там, тут договариваются, вроде, вот сейчас уже пришли к какому-то там консенсусу по формула, ну, и то все равно, кто-то там кого-то что-то напишет там и так далее. Вот, ну, блин, фиг знает. Как бы, на самом деле, здоровая амбиция. Ну, если это вас мотивирует на здоровье, то все-таки основное – это мотивация. Если у вас не будет мотивации, то, блин, вы ничего, как бы, вы ничего не добьетесь. И с реальной мотивацией, которая будет заставлять вас тренироваться, там, ездить, зарабатывать деньги на это, так сказать, тратить время вот именно на повышение своего мастерства, там, а не на какие-то другие там занятия. Потому что это, на самом деле, такой, блин, к сожалению, вид, которым, если вы хотите чего-то добиться, то нужно прямо вот конкретно туда вложиться во всех смыслах. Поэтому вот определяйтесь, что как бы, что как. Потому что, допустим, если вам нужно просто чемпионаты, то это будет уже один вид тренировок. Вам нужно будет, да, конечно, заходить вот в эту систему, то есть клубную там туда-сюда расти. Но здесь, я говорю, вот вся как бы парадоксальная ситуация в том, что вроде как бы вот система, которая, по идее, она должна сподвигать людей расти и как бы предлагать им какие-то пути новые для роста там, как-то расширять их, она, наоборот, она больше вот именно ограничивает. То есть вот ставят, ну, блин, вот такие-то рамки, такие-то рамки, такие-то рамки. Блин, говорю, вплоть до этих вот там пятерок под одним номером, что люди вместо того, чтобы нахаживать, они там вот ищут там где-то еще какие-то маршруты непонятные. Вместо того, чтобы сходить два хороших маршрута, они сходят один хороший, потом идут там где-нибудь какую-нибудь цепню найдут, ну, главное, чтобы вот оно все как бы было, все нормально. Но вот вы получите, ну, вы должны знать, что вот вы получите, что вы получите за это. Вы там станете чемпионами и так далее. Что вам это даст, ну, это ваше дело. Так сказать, если вы получаете от этого кайф на здоровье, самое главное, чтобы это было в кайф, а не просто так вот, что там, блин, я там чемпиона, ну, что чемпионка его. Ну, это на самом деле ничего в этом, это совершенно нормально. То есть, если есть вот именно просто желание расти вот именно так вот, чисто просто ходить в горы для себя, причем, ну, сложные маршруты, да все элементарно, боже мой. Вы собираете компанию, там, компания – это один человек, связка – это все, это уже абсолютно самодостаточные единицы. Все, вы организовываете свой тренировочный процесс, сейчас все открыто, так сказать, сейчас товарно-денежные отношения. Мне, говорю, мне прикалывает, когда вот люди там едут куда-то, платят деньги, их там что-то строят, там, куда-то не пускают, там, что-то запрещают, там, как-то их там пытаются, там, ограничить. Ребята, блин, вы за свои деньги пляжете под чужую дудку. Блин, если вас это прикалывает на здоровье, ну, папа, вот, я всегда старался находить какие-то такие вот мероприятия, где за мои деньги я получаю максимум свободы, вот, для своего роста. По-моему, это очень важно, и тем более, как бы, сейчас это все стоит недешево, и, ну, и плюс время, самое главное время, потому что выезды краткосрочные, и, так сказать, сходить, а основная тренировка – это восхождение. То есть, то ли вы сходите, там, за эти две недели внутри горы, то ли вы сходите за эти две недели, там, 6-7 гор. Это две большие разницы, то есть, уровень ваш, как альпиниста, вот, соответственно, он будет вот такой. Поэтому, вот, по мне совершенно нормально, как бы, причем, ну, на самом деле, потом, если захочется, вот, участвовать в чемпионатах, блин, имея хороший альпинистский уровень, набегать клеточки для участия в чемпионатах, это за год можно. У меня, вот, мой ученик Артур, за год, там, порядка 15 пятерок сходил, с нуля. То есть, мы с ним начали, там, зимой, и к следующей зиме у него, там, было порядка 15 пятерок. Начали мы с ним строить, потому что я, там, на двойке, я, как бы, стараюсь меньше ходить, потому что смысла нет. Так, чисто, ну, реально, какая-то работа, она вот осмысленно, начинается строить, соответственно, мы начали с ними строить. Да, они со мной сначала ходили, но так получилось, вот, пожалуйста, вот вам. Все, то есть, здесь, на самом деле, все зависит чисто от вас. Когда, там, кто-то говорит, что, вот, блин, да, это, там, какие-то будут проблемы, да, никаких проблем не будет, потому что это горы. Чем они мне всегда нравятся, что это абсолютно честная такая вот стихия, где, так сказать, кем бы ты ни был внизу, то есть, у меня есть много, там, людей, с которыми я с удовольствием буду пьянствовать, петь песни, там, в лесу, там, и так далее, но я с ним никогда не пойду в горы, потому что там они, к сожалению, вот, горы их не примут, вернее, они там не смогут. И вот, в этом плане, я говорю, в горах, все, вот, там, это высший кайф, вот, чувствовать свою свободу в горах, именно потому, что ты можешь, вот, ну, практически, когда ты можешь, то, что ты хочешь. И вот это, как раз, вот, для меня это всегда являлось единственной такой вот мотивацией, ради чего я, собственно, там, себя терзал, там, что-то, там, краил, там, свою жизнь и так далее, потому что вот это, ну, это, поверьте, это офигенное чувство, когда ты приезжаешь в любой район, такой, блин, да я вот сюда хочу, ну, что, ну, полезно, полезно, кстати, ты не просто там, ты просто получаешь от этого удовольствие, потому что ты это можешь, а тебе это по плечу. Вот, как бы, по-моему, это достаточно такой хороший, серьезный стимул и мотивация, какая-то цель, вот, для того, чтобы, если вы, действительно, для вас горы, это, как вы считаете, что это, вот, ваша любовь, там, какой-то, увлеченность, там, и так далее, вот, вы приезжали, все, и, как бы, вы не думали, там, а, блин, где бы там найти, там, чего-нибудь, куда-нибудь сходить, там, вы просто, о, вот, какая красивая гора, вот, я хочу на нее залезть, там, блин, тут, как классно, говорю, там, есть вообще, болян, баши, такая, лопата, вот, куча речек, нехоженных, потому что, ну, чего там пятерка, кто там, мараться, там, кто полезет, там, хотя, там, ну, такая пятерка, там, мы, мы, когда залезли, на 20 метрах, там, вынос был, где-то, порядка 6 метров на скале, причем пришлось лезть, там, якоря ставить, как скайхуки, потому что скайхуки не ставились, а вот якоря, там, ставишь, я, как скайхук, держишь руку и нагружаешь, потом, такая, забавный, маршрутик, и потом, ледовая речка, такая, ууу, там, веревок, наверное, 10-12, ну, класс, ну, кайф, просто, вот, крутой, хороший, лед, блин, все, ты лезешь, ну, все, потому что, ну, ничего больше не надо, вот, вот это, вот это вот, как, я пришел, блин, я хочу, там, точно так же, там, блин, на БСЧК мы сходили в свой маршрут, вот, стоял этот Кантерфорст, там, средний, справа есть маршрут, слева, ну, тоже, вот, там, конечно, рука сыграла, он такой, я хочу пройти этот маршрут, я такой, а я тоже хотел, не, кто первый приедет, тот и пройдет, и все, я такой, ну, так, ну-ка, собрали все, блин, тряпки полезли, мы быстренько, буквально, там, через неделю после разговора с Дэном, такие, нет, все, оп, подошли, все, просто потому что, мы не думали, что там, как, мы не кроили, вот, мы захотели пролезть этот маршрут, мы подошли, пролезли его спокойно, надежно, в кайф, все, как бы, точно так же, там, на бокс мы посходили, первый проход, красивое ребро на фоне неба, обалдеть, вот, просто, такие, чуваки, смотрите, какое красивое ребро, давайте мы его пролезем, давайте пролезем, все, подошли, пролезли, так сказать, вот, 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 вот это, по мне, вот это, вот, вот это реальная свобода, вот это, как бы, ну, такой настоящий кайф от общения с горами, где, ну, такие, по мне, вот это самые, такие, честные, чистые отношения, когда, ну, вы полностью, так сказать, доверяете себе, и при этом, так сказать, вы в горах зависите, вот, как можно меньше стараетесь зависеть, естественно, от каких-то, вот, обстоятельств внешних, вот так, значит, опять же, по мне, очень неплохое направление, вот, в горах, это такой, как бы, я бы сказал, матрасный альпинизм душевный, вот, то, что делает, допустим, Юра Ермач, мне, вот, очень нравится, то есть, вот, это, вот, если хотите, вот, отдохнуть душой, это, вот, к Юре, при этом, вот, это, он продолжил традиции Сереги Борисова, то есть, это, вот, по мне, самые демократичные сборы, где вы, как раз, вы хотите учиться и лазить, вы будете учиться и лазить, вы хотите, вот, там, сходить одну гору, потом, там, где-нибудь, в чехане, вы сходите, вы хотите сидеть, там, на гитаре лобать, вы сидите, лобайте на гитаре, вам никто ничего не скажет, там, вас никто не обзовет, там, не спортсменами, там, и так далее, вот это, вот это кайф, то есть, люди просто получают, как каждый, на своих, я раньше тоже такой, Юра, что ты там, нам надо, там, народ гонять, лазить, там, и так далее, а потом, как бы, такой, а чё, почему нет, как бы, если всегда есть два пути, если человеку, действительно, это, так сказать, ну, не всем, не всем надо лезть куда-то, но, так сказать, получать кайф от гор, можно, может же, каждый, всё равно, на своём уровне, главное, сказать, чтобы у головы было что-то, поэтому, тоже, вот, смотрите, коммерческий альпинизм, вот, такое, на самом деле, ну, тоже, я считаю, одно из самых честных направлений, если, вот, так вот, посмотреть, суровая правде в глаза, то есть, когда, я тоже раньше был большим противником, там, всего этого, кислорода, там, этих, там, ещё чего-то, там, перил, но потом, вот, поработав, походив, я пришёл к выводу, что, ребята, блин, да идите вы, блин, 20 литров себе вставьте, блин, кислорода, идите куда хотите, идите с кислородом, пожалуйста, хотите, идите на Эльбрус кислородом, куда хотите, идите с кислородом, если вы знаете, что у вас нет времени тренироваться, у вас нет времени акклиматизироваться, ну, блин, зачем заниматься героизмом, я говорю, в прошлом году у меня на руках умер нормальный мужик, блин, который решил, что, как бы, альпийский стиль, это, кажется, восхождение на семитричник без акклиматизации, ну, блин, ну, ну, куча, вот, ну, сейчас, вот, так, печально, на самом деле, один из моих людей, который начинал у меня заниматься, Русем погиб на Алхозе, блин, вот, тоже, вот, абсолютно в такой ситуации, совершенно, где, ну, не надо было погибать, и вот здесь, я говорю, блин, вот, по мне сейчас я пришёл к выводу, что гораздо честнее сказать себе, нет, всё, я не могу сходить вот так вот, там, ну, как настоящий альпинист, там, у меня нет сил, там, времени, там, ещё чего-то, неважно, блин, ну, я могу, там, купить себе кислород, там, шерпы и так далее, да на здоровье, если, опять же, у каждого может быть своя мотивация, на самом деле, там, далеко не все идут, вот, именно, просто тупо удовлетворять свои какие-то нездоровые амбиции, есть люди, которые тоже получают, вот, именно, кайф от общения с горами, ну, просто не говорят, ну, блин, ну, там, у меня дети, там, семья и так далее, нафиг я буду рисковать, мне не нужны амбиции, там, у меня есть, там, товарищ, который он ходит, ну, нигде, там, не светится ничего, там, никаких героических заметок, фотографий, он просто, там, нравится, он, там, на вере сходил с кислородом, ещё куда-то, всё, он просто получает кайф от этого, ну, да, он, так сказать, с кислородом, там, с шерпами и так далее, потому что, ну, блин, нафиг я буду рисковать, вот, это, я считаю, вот, это абсолютно честное отношение, без каких, вот, самое, вот, для меня неприемлемое, когда, вот, люди начинают из себя, вот, строить каких-то таких настоящих альпинистов, при этом, так сказать, по сути, вот, только на словах, и, вот, я постоянно сталкиваюсь, ещё, ну, в больших количествах, вот, с такими людьми, которые, блин, приходят в горы, блин, всё, вот, да, я мало тренируюсь, там, но, там, но я сильный морально, я себя, там, переломлю, я себя напрягу и так далее, ну, кончается это всё, как правило, блин, что он переломывает себя, но напрягает других, как бы, вот, я такой, чуваки, ну, блин, ну, вот наша гидовская школа, ёлки-палки, вот, один из моих учеников в прошлом году просто задался целью сходить на 8000. Договорился с Коблером, отработал на него бесплатно, на Ленина, и в прошлом году спокойно сходил без кислорода на макалу с Коблером. Вот, как бы, вот, человек поставил цель, при этом, так сказать, человек технически, блин, физически был подготовлен, всё, поехал в Демилай, сходил на макалу без кислорода. Вот. Хан, конечно, красава. Поэтому здесь, причём, или вот, не надо, там, вот этого стесняться, там, и так далее, что, там, кто-то скажет, что вы, там, не спортивный, там, или ещё что-то, да это всё полная фигня. Каждый волен получать удовольствие любым способом. Главное, чтобы не доставлять при этом другим каких-то вот ненужных напряжений. А как раз вот эти вот мнимые спортсмены, они и доставляют, потому что вот это постоянно всё. Там уже греков вешается от этих альпийских стилистов, потому что они постоянно, они прут, причём с каждым годом всё больше и больше людей считают, что там, да чё я там, как так, я же, блин, там, марафон бегаю, вот я пойду и схожу без акклиматизации, там, на Ленина, на Хантын, какая разница. Чё, ладно, хоть как победа, так как пугает ещё более-менее, так бы там уже пипец бы кладбище было. Вот. Поэтому вот любое направление выбрали, и всё, и как бы всё. Дальше уже просто вы строите план своих вот именно тренировок в зависимости от того, что вы хотите. И тут вот я хочу просто вот вам на собственном опыте сказать, что для того, чтобы стать крутым технарём и ходить быстро сложные технические маршруты, я не имею в виду Крым, потому что это не альпинизм, а вот именно как раз скалолазный чисто, не нужно быть офигенно крутым скалолазом. То есть, если вы именно хотите стать альпинистом, не крымским, потому что Крым это другое, Крым это чисто скалолазный, там, да, там нужно очень хорошо лазить, поэтому я не езжу в Крым, потому что у меня нет возможности так лазить. Доводите себя до такой кондиции, чтобы в Крыму получать кайф. То есть, я один раз съездил, там у меня было три закладки, строительная каска, я понял, что я залез там в Сударскую крепость со стороны моря без билета, понял, что да, блин, надо тренироваться, ну а если я не могу тренироваться и приезжать, я просто вот, я не езжу в Крым лазить. Ну, при этом в горах, как сказать, вот, опять же, благодаря своей статистике, я смотрю, что я лезу те же пятерки, которые я лез, там, допустим, 15 лет назад, вот с одной скоростью, я их лезу с той же скоростью сейчас. При этом, как бы, эта скорость, она, да, там, понятно, что, там, я проигрываю по скорости, там, тем же Глазуновым, там, или, там, Ваней Тимиревым, ну, это, так сказать, уже high level. Но на своем уровне мне вот этого, моего, так сказать, там, вот такого вот уровня лазания вполне хватает для того, чтобы ходить хорошие маршруты в кайф, без каких-либо напрягов, с совершенно адекватным временем, то есть, возвращаться там незатемно, там, и так далее, не зависать на них. Просто потому, что вот я научился, как бы, балансировать вот именно свои вот эти вот тренировки, что я понимаю, что я, блин, не могу, у меня нет возможности много лазить, соответственно, я знаю, что, блин, что мне нужно для того, чтобы, на самом деле, хорошо уходить технику, ну, основное, это все-таки владение железом и умение читать рельеф. Поэтому я знаю, что, блин, а что нужно для того, чтобы, там, читать рельеф и владеть железом? Нужно лазить с ним. Опять же, где? Блин, придется тратить время в горах. Для того, чтобы максимально плодотворно потратить это время в горах, что мне нужно? Мне нужно приехать в эти горы, блин, в максимально высокий МФП. Чтобы я, там, в горах, там, первые, там, два дня не, это, вот так вот, не ходил, блин, а мог уже нормально, кстати, не просто, там, на трясущихся ножках. Все, нормально заниматься сразу, спокойно ходить. Вот так вот. Опять же, баланс, так сказать, вот, по работе, то есть, я приезжаю, у меня, у меня золотое правило. На Радска первые два дня я всегда просто тупо вешаю веревку, там, хожу в ИТО. Я лажу просто, вот, сам хожу в ИТО, лажу, привыкаю к снаряжению. Не ради того, что сейчас очень популярное и коммерчески очень успешное направление, это, там, всякие школы ИТО, там, Бигвола, там, еще чего-то. Там, хотя, на самом деле, вот, недавно, прям, ребята такие писали, ребята ходят пятерки, типа, научите нас техники ИТО. Блин, вот мы хотим, там, полезть, вот, маршрут, там, ИТОшный, научите нас техники. Ребята, если вы ходите, техники ИТО нет, есть техника работы со снаряжением. Если вы, кстати, умеете грамотно, быстро, четко и надежно находить места под точки, все, блин, ну, чапать, там, работать с клифами или чапать по лесенкам на крюконогах, да, блин, это, я не знаю, если это какая-то отдельная техника, ну, фиг знает. Потому что ИТО – это искусственная точка опоры, это именно, так сказать, как вы, чем быстрее и надежнее вы эту точку создадите, вот, так сказать, тем вы и круче ИТОшите. Вот так вот, соответственно, вот, я всегда, я начинал эту лошадь, там, с новичков. Мы брали ключи, там, куда-то, ехали, лазили, там, сами, там, висели, тоже залазили в какие-то невозможные, там, жопы и так далее. Ну, вот, мы учились, и вот это, через это, и это, на самом деле, основное, то есть, от владения рельефом и железом, ну, весь альпинизм пляшет. Тоже, та же, там, школа беговая, там, что, залезть, там, повесить платформу, значевать. Что вам нужно для этого? Уметь складывать платформу там или что? Вам нужно, самое главное, это организовать, опять же, для этой платформы, станцию для этой платформы, вам надо организовать грамотно для себя самостраховку, чтобы там не ссать, а спокойно работать. Что для этого нужно? То же самое, блин, надо видеть рельеф, надо грамотно подобрать снаряжение, все это организовать. Все, один и тот же навык. Модные школы, спасение, самоспасение, еще чего-то. Что нужно, чтобы спастись реально нормально, или спасти кого-то на реальном маршруте, то же самое. Чем быстрее и грамотнее вы будете находить место для организации точек страховки этих станций, тем быстрее вы сможете человека спустить и безопаснее. Вот и все. И получается один вот этот навык. И из него растет, растет все. А все остальное, не знаю, какие там техники, что такое. Люди прям, ну как так, научите. Да не может быть, что в технике ту нельзя было чему-то такому волшебному научиться. Может, я, конечно, вообще полный лох. Ну как бы вот, я никогда не думал, что там, я не могу вас научить всем, так сказать. Я не могу представить никогда, и не смогу никто, ни один бог не сможет представить, в какой ситуации вы окажетесь вот на каком-либо маршруте, и вот какую вам точку надо будет положить и так далее. То есть это просто вот все. Чем больше вы будете ходить, лазить, ставить этих точек, тем, так сказать, больше у вас шансов на то, что вот оказавшись в какой-то запаре, вы найдете из нее адекватный выход. И я вам гарантирую, что это абсолютно не зависит от того, что было у вас до этого, вот именно такая, не будет, потому что ситуация их миллион, вы никогда на занятиях все ситуации не отработаете. Альпинизм, это вот, ну для меня альпинизм, это всегда, я практически сразу пришел к тому, что это все-таки должно быть творчество. И там, да, там у меня много седых волос всегда появляется, когда я там работаю вот с участниками, заставляю их рисковать, блин, сразу вот с нуля начинать думать, там, что-то такое пытаться творить, там, понятно, что я слежу за ними, там, ослежу. Но для меня всегда это было главное, потому что я много раз убеждался, что человек, обладая какими-то вот отдельными вот этими вот навыками, которые можно, да, где-то там тренировать, вот там на кусочках, блин, в реальной ситуации, особенно, не дай бог, критической, все, если человек не умеет думать, это ступор. Это, да, это люди встают и такие, начинают там, блин, не подходит, эта ситуация не подходит. Блин, на Ханне сейчас вообще жака была в прошлом году. Шесть таких реальных пацанов, блин. Ну, уже с приличным опытом, но надо просто тупо спускать там вот этого трупа с надвязыванием веревок. И они такие, вай-вай, у нас ни у кого нет там, типа, прусика, как мы будем это все делать. То есть, вот они привыкли, вот их научили делать это все, оказывается, с кордолетом, без кордолета, все, вот они такие, все, пипец. Ладно, там Глеб Соколов рядом был, такой сидит, типа, тряпки возьмите себя в руки. У нас у каждого есть жумар. Точно, ё-моё. Как, а что, блин, оказалось, да, жумар, вы мне не поверите, жумар может заменить схватывающий узел. Причем гораздо более успешно и надежно и быстро. Я постоянно в школе гидов, когда учился, вот я с преподаванием постоянно на эту дему пикировался. Они говорят, что это там с этой железкой там и так далее ходишь. Я говорю, блин, да мне не лень эту железку потащить, потому что я знаю, что с её помощью я смогу организовать тому же своему клиенту гораздо всё быстрее, надёжнее и оперативнее, блин, чем вот с этими вашими вот мотявочками. Так, извините мне, мне поэтому не лень. Мне не лень с собой таскать железяки. Там те же, ну, комолотать, закладки и так далее. Потому что я знаю, что с их помощью я смогу всё, опять же, организовать гораздо быстрее, чем всякие там выступы, шмыступы там. Это вот, я говорю, я после, почему я, собственно, ушёл из гидовской школы, потому что я два или три года я там проучился и вынес для себя проушиного Балакова и способ маркировки верёвки на себя. Думаю, пипец. Сколько ещё учиться, что, ну, смысл учиться. Ну, корочка мне нафиг не нужна, потому что я принципиально не получаю никаких корочек. Тоже, кстати, одна из, такая прикольная, нашёл для себя мотивацию, чтобы, блин, ну, что корочка, она сразу тебя автоматически переводит такой, какой-то high level, то есть ты говоришь, что у меня там ту-ту-ту. А тут, получается, ты постоянно должен, как бы, вот своими восхождениями доказывать, что ты, так сказать, ты что-то стоишь. Потому что, если у тебя нет какого-то официального подтверждения, то единственное, это вот этот твой опыт реальный, твои восхождения. Это, на самом деле, прикольно мотивирует. Поэтому, вот эти все, вот, упёртость какие-то, вот такие вот вещи, что не надо думать, что вот прямо какое-то овладение каким-то приёмом, оно вам даст какой-то вот значительный выбор. На самом деле, проблема-то не в том, что, как правило, фигня происходит не потому, что люди там не знают этих приёмов. Фигня происходит, когда в какой-то критической ситуации, ну, или просто там, на самом деле, на фоне жёсткой усталости, люди не могут толково вот это всё как бы свести воедино. То есть они не умеют думать. Они, да, они там, блин, прусик соберут, ещё что-то соберут, блин. А вот как это всё, вот, применить к данной ситуации, конкретной, блин, они, блин, они не привыкли, ну, что они привыкли, что, а, что там, занятия контроли, там, всё вроде нормально, там, что на турничке, там, бревно бросили, всё нормально, всё сработало, там, так далее. А раз в реальной ситуации, когда, блин, как бы ненадёжно, там, ни камень, ни лёд, ни скала, и что там, ни скала, блин, оказывается, что всё не так, и я говорю, вот, самое стрёмное, когда человек не может вот это всё думать, это для меня всегда вот с участниками я очень жёстко в этом плане борюсь, потому что, ну, ребята, блин, если вы будете вот просто пытаться, так сказать, перелистывать как перфокарты у себя вот это вот на горе, то, так сказать, шансов вам-то ладно, мне, как бы, себя говорю, что, ребята, мне дураков не жалко, но вокруг них могут быть хорошие люди, которые из-за них пострадают. Вот, поэтому вот могу заявить со всей ответственностью, что если вы хотите стать крутыми технарями, учитесь работать, самое главное, с железом. Любыми способами, и причём, ну, конечно, вот в этом плане Крым, ну, конечно, классная штука. Это, на самом деле, это не альпинизм, это вот настоящий такой хороший отрадовая скалолазание. Вся фигня в том, что, блин, вот для того, чтобы реально прикольно ходить в Крыму, надо всё-таки очень много уделять времени лазанию вот здесь вот по скалотрону там и так далее. А это время, допустим, вот применительно к настоящим горам, всё-таки вот я бы, допустим, потратил больше на ОФП. Вот так вот, чтобы потом приехать в горы и там. Ну, в Москве вообще, конечно, проблема вот с рельефом. Ну, опять же, если средство позволяет, я просто тупо гонял бы в Крым на выходные. Да и всё, что, полетели там пару дней, блин, полазили бы, и всё, потому что, допустим, варголы, это как бы, блин, по временным затратам, по-моему, это гораздо жёстче, чем в Крым. Единственное, ну, подешевле-то так. Всё. Очень полезный навык, допустим, для альпинизма, это, допустим, тоже лазание в кошках, которое очень сложно тренируется и очень сложно многим даётся, потому что, ну, непривычно для человека вот это лазание, хождение, особенно в кошках. Поэтому, допустим, на том же хане, там, тот, кто на Ленин забежал, на хане, блин, очень часто, по-моему, там, умирает, потому что не умеют люди ходить в кошках по камням, и это у них столько сил забирает, что просто всё, хана. А тут ещё надо, блин, джумар этот дёргать непонятно, и всё. Ну, и плюс в реальных условиях вам однозначно придётся, на каких-то скальных маршрутах вы стопудово будете попадать там в снег, там в дождь и так далее, и тогда вы одеваете кошечки и спокойно лезете, если вы это можете. То есть я, допустим, и это самое прикольное, что, допустим, в Подмосковье это можно тренировать, как оказалось. Я первый раз в жизни тут недавно выехал в Полушкино. Слышите, смешно, но не до смеха. Но там, на самом деле, идеальные вообще проросы для кошек, идеальные стенки. При этом там можно бегать по кругу. Если я в своё время там в Свердловске мне приходилось, я вешал верёвку, ехал на скалы, вешал верёвку и сам лазил в кошках. Но там надо было дюльферять. А здесь вообще можно просто друг за другом вот так вот чуть-чуть по кругу залез, блин, сбежал, залез, сбежал. Ну, там километр за тренировку налазить вообще без проблем. Всё. И вот это тоже офигенный навык вот именно для технаря. Потому как, вот опять же, вот на этом же траверсе, там на барбере, ну, всё. Вот как бы если там не лезть, а пытаться там что-то там страховаться, ну, очень стрёмно. Хотя можно. А если ты нормально лезешь в кошках, ты лезешь и лезешь. Ну, так же, как, допустим, это меня спасло в своё время, вот на Хане в 2001 году тоже, когда я улетел. Ну, во-первых, ещё когда мы лезли, тоже последний день, мы лезли в непогоду, а там лев, ну, просто пипец, вот черепица, и там вот только передние зубья кошек. При этом это всё постоянно меняется угол наклона, при этом постоянно идёт снег по стене. И, в общем-то, ну, так получилось, что мне пришлось 4 верёвки вылазить до точки, где я уже реально смог что-то сделать нормально и закрепить вот все перила. А до этого там меня группа ждала внизу, и со мной только вот один страхующий лез налегке, чтобы, так сказать, ну, если улететь, то хотя бы вдвоём. И всё, и там вот просто там руками держаться было невозможно. И всё, вот опираешься на скалу, и так чуть-чуть потихонечку, чисто. А потом ещё, когда мы выходили со стены, у меня были сломаны руки. И, соответственно, как бы так получилось, что первый день там ещё как-то вешали перила, а потом что-то мужики так подустали. И уже со стены получилось, что я как бы их выводил. Просто вот я локтями упирался в скалы там и лез спокойно. Там надо было слезть, там залезть, куда-то. Говорю, когда на гребень вылез, спасатели такие, о, пострадавшие типа. Где спасатели? Сейчас подойдут. То есть офигенный навык. Вот в принципе, причём я говорю, вот это, что мне понравилось, я не ожидал, блин, я бы знал, что в Полушкино такая, я бы там всю зиму провёл. Ретом там, конечно, стрёмно, ну, кошки – это зима. Зимой, пожалуйста, огонь. По улицам можно всё, что угодно. Значит, и по большому счёту, вот это, вот эти навыки, они как бы, обладая ими, на высоком уровне, всё, вы сможете ходить, всё. При этом ваш уровень лазания, вы будете делать людей, которые лезут, допустим, просто там, даже с нижней страховкой, ну, по точкам, ну, как минимум там на две категории. Если вы будете чётко организовать точки, вы им будете верить, вот это я вам гарантирую, что вы будете облазить тех, кто вот на такой, на обычной скале лезет гораздо лучше вас. Это однозначно. И при этом вы будете ходить, в общем, ваше время на маршруте, оно будет вот совершенно адекватно. Достаточно для того, чтобы получать удовольствие. То есть, может быть, там, говорю, рекордов вы ставить не будете, но вот именно, как бы, это будет то, что надо. То есть, вы не будете попадать в жопу из-за того, что вы будете медленно лезть. И это основное. И потом, я говорю, в любой критичной ситуации, что самое главное в горах? Гора, главное не улететь. Для того, чтобы в горах не улететь, что надо? Надо, блин, организовать себе страховку. Блин, да везде. Тоже там ночевка все-таки. Надо тренировать ночевку там на горе. Нафига? Ну как? Вот там же что-то. Давайте еще будем проводить курсы техники ночевки на горе. Что такое ночевка на горе? Ночевка на горе – это организация надежной самостраховки для себя, чтобы во время обустройства ночевки не улететь. Все. Блин, опять мы пришли вот к этим, блин, с железком долбаным. Точно так же. Я потом, я много раз в этом убежал, что все. Если я себе нормально все организовал, да мне пофиг, я там, что, там, на коре я сел, блин, приткнулся и сплю. Вот техника ночевки. Полулежачая, если вы можете полулежать. Сидячая, если вы можете сидеть, там, ну, иногда приходилось просто висеть, можно подвесить ноги, чтобы они не отекали. Подвешивайте ноги в петельку, жопу куда-нибудь приткнули, все. Вот это техника ночевки, там, вися на стене. Все. Но все упирается именно, опирается-то на то, что вы должны на чем-то висеть. Вы должны за что-то страховаться, ту же платформу, вы должны на что-то повесить, чтобы мы там ночью, от того, что вы там рамсуетесь, не прякнулось никуда. А это все опять вот эти, блин, эти железки. И больше ничего. Абсолютно ничего. Понимаете? То есть, блин, на льду точно так же вообще, ну, закрутили в убор, все, купить его, хороший убор, там, и так далее. Все эти там выкрутые, там, проушины, это все тоже, это частные совершенно случаи, там, и есть, и так, и так, можно там, это на самом деле ничего сложного нет. Самое главное, что вот скала. Самое противное, конечно, это микс, то есть, потому что сложнее всего организовать страховку на миксте, и вот тут опять же, ну, нужно не стрематься ходить такие маршруты, чтобы привыкать к ним. Почему? Мне, допустим, да, мне проще лезть там в крутую скалу, потому что я знаю, что там, я все равно где-то что-то организую, потому что на скале проще найти, да просто тупо шлямбур забей. А вот микс, бывает такая фигня, что ты, блин, лезешь, и как бы туда и бур не закручишь, и даже там, ладно, там, крюк, шлямбур некуда забить, потому что это микс, это просто смороженная какая-то фигня, в которой, так сказать, ты закрутишь бур, он затупится, выпадет, там оторвет лед, забьешь крюк, он там расшатается, потому что это, и шлямбур тоже, блин, у нас на жену так было по пару веревок, когда уже перед верхом мы там с Аней работали, вот я вылажу, последнюю, надо закрепить веревку, блин, ну там просто вот, вот стена, блин, и все просто, что-то какое-то в мороженое, в мороженое, я, как правило, находил какую-то там фигню, на что-то крепил веревку, блин, посылал Саню вниз, чтобы он уходил, там кашу варил, блин, а сам искал какой-нибудь в мороженый камень побольше, начинал в нем бить дырку под шлямбой, потому что крюк вообще нереально, найдешь какой-нибудь побольше балдаш, чтобы она еще не отвалилась, блин, пока ты там бьешь эту дырку, вот, вот это действительно, а на нормальной скале, блин, ну по-любому, опять же, надо видеть рельеф, чтобы видеть рельеф, блин, надо ходить по нему, вот, и в этом плане, конечно, если вы хотите именно стать альпинистом, то надо ходить не в Крыму, надо ходить в горах, потому что в Крыму там все-таки достаточно однообразный рельеф скальный такой, а очень полезно именно вот в больших горах, как бы, и, во-первых, вы учитесь ориентироваться на маршруте, сообразно рельефу, выбирать какие-то оптимальные пути движения, безопасные и так далее, и, опять же, прокладывать те же там страховочную веревку, там правильно положить, чтобы никого там не убить потом, перила точно так же грамотно проложить, чтобы там следующий там на себя ничего и не свалил, и так далее, организовать станцию там в нужном месте, блин, там, где как бы вот она будет защищена, и, опять же, так сказать, чтобы с ней было удобно работать, и так далее, ну, куча вот таких вот вещей, которые, к сожалению, можно отработать только на реальном маршруте, поэтому, конечно, нужно ходить. И, вот, опять же, в этом плане, люди, которые не зацикливаются вот на чем-то таком официальном, то есть, они имеют большое преимущество, потому что, да мне пофиг, я там на батчу ходил, может, раз в 40, ну, что, я 200 раз на нее схожу, кто-то там ходит 300 раз на игру, мне интересно на батчу, я считаю, что, потому что я каждый раз, когда я лезу эти пятерки, я каждый раз лезу по-разному, у меня на швабе там насосано 4 движения, и то, они насосаны, когда я лезу, вот уже фрисола, когда лезу, да, я их специально насосал, ну, сложные движения для меня, по крайней мере, падать неохота, и вот я их насосал, а все остальное, мне каждое восхождение, блин, даже 20-е, потому что, ну, ел и пал, эта гора, ты сегодня здесь пролез, завтра там полметра, правее и так далее, и, блин, соответственно, как бы, вот не надо на этом зацикливаться, все вырубилось, ну, все пропало, все зависло, вот, такая вот фигня, значит, опять же, вы хотите, вас тянет в большие горы, понятно, конечно, квинтэссенция альпинизма, это как ни крути, это высотная техника, это уже все, пацанов, которые там пьют дексаметазон, колят себе диокарп, и так далее, ну, здесь, на самом деле, главное, вот, сразу себя не посадить, как я чуть не сделал на Корженеве в свое время, то есть, опять же, это все, здесь вот уже упирается, опять же, тоже играет роль ОФП, потому что, ну, на высоте однозначно, что вы там не лезьте внизу, если у вас легкие выпали, то уже ничего вы и не полезете, соответственно, как бы, и тоже с этим я постоянно сталкиваюсь, вот поэтому скажу крамольную мысль, что на самом деле, быть таким середнячком, но нормальным, крепким середнячком везде, это гораздо выгоднее, чем, допустим, быть офигенным скалолазом, там, и плохим ОФПистом, или там наоборот, и вот поэтому очень важно, я говорю, построить именно свой тренировочный процесс так, чтобы вот этот вот баланс поддерживать, потому что, я говорю, блин, невозможно в горах, вам все равно пригодится все, и самое главное, все равно, я говорю, вот как ни крути, блин, ОФП, оно доминирует, никуда вы в горах от этого не уйдете, если в Крыму от этого можно уйти, в настоящих горах ОФП будет вас всегда стопорить, что бы вы ни делали, поэтому, блин, вот только так, а применительно, опять же, я говорю, вот могу смело заявить, что там, когда говорят, что там, допустим, высотный альпинизм, это там для тех, кому за 30 и так далее, для тех, кому за 30, это, блин, вечера отдыха, а высотный альпинизм, это, на самом деле, просто обычная привычка, иначе у тебя есть 16 лет на высоту, блин, к 25, вы станете офигенным иссотником, у вас организм привыкнет, он будет быстрее адаптироваться и так далее, вот у меня Артурыч в 23 года сходил в Снежного Барса, причем, там у него уже было не 4, далеко 7 тысячи, когда он сходил в Снежного Барса, совершенно нормально, ну и таких примеров, на самом деле, куча, там у казахов, там кто-то там вообще в 20 лет, там Снежного Барса ходил, там и все, и совершенно это все, это вот именно просто нужно ходить, у буржуев там, тем более, там народ бегает, совершенно, это как бы не, это вот именно, в этом плане не надо напрягаться, чем раньше начнете, тем, так сказать, раньше вы чего-то в этом добьетесь. Ну и что вот, хотелось бы на самом деле, просто еще сказать про выбор районов, чтобы не терять время, там тоже очень важный, на самом деле, фактор такой, меня постоянно безингисты там проклинают, что безинги это, блин, вот это не для начала, это все, ну блин, потому что район, он офигенно влияет, вот особенно на выбор первого района, он очень сильно влияет на то, как вы начнете расти, потому что, ну блин, в безингах мне приходилось проводить там занятия по работе, вот как раз с железом, на заборе, вот вокруг башен, у алия вот этих, потому что, блин, куда-то вот идти тоже, время так жалко, народ приезжает, там на две недели, блин, вот просто каждую минуту стараешься, что-то как-то, блин, туда час, обратно час, там еще что-то, пипец, вот это вот, и соответственно, в этом плане, конечно, нужно смотреть, потому что Крым, для начала, да, очень неплохо, но вот он такой, он достаточно однообразный все-таки, то есть, на нем что-то, на нем можно наработать моторику, так же, как занятие любое, то есть, вы нарабатываете моторику, но потом это нужно все равно куда-то переносить в большие горы, и тут вот из наших районов, конечно, если это скалы, это однозначно Туэксу, потому что это вот по КПД, то есть, я говорю, вот распределяю районы по КПД, что вы можете там, вот за цена, время, так сказать, полученные навыки Туэксу, конечно, АЛАРЧА, потому что по своим, вот именно, вот всем составляющим, ну, просто у нас лучшего района нет такого доступного, в логистическом плане, самое главное, с обалденным разнообразием маршрутов там, и, когда у вас место занятий, вот вы открыли, дверь с хижиной, шуа, скала учебная, прямо перед вами, причем, какие хотите, какие-то, такие сети, все, вы никуда не ходите, у нас повар вышел, позвал, вы за три минуты спустились, пообедали, вы снова на занятиях, вы лазаете, блин, вот это, как бы, что, блин, в Визингах мне приходилось там с народом ходить, там на весь день, там найти занятия, там что-то ганджибасить какие-то эти, все равно, ну и все равно подход, это минимум подход-отход, там, когда вот два часа, это пипец, вот почему я, допустим, здесь не езжу на скалодром, как представлю, два часа, вот мне нужно там туда-сюда потратить на дорогу, блин, да я лучше, блин, два часа побегу, мне больше пояс даст. Вот так, поэтому, опять же, я говорю, вот возвращаясь к тому, что когда вы достигнете, вот того уровня, когда вы уже сможете себе что-то позволять, блин, вот тогда, я считаю, надо ехать в Визинге, блин, офигенно, ну там, конечно, в Визингах там требования по всему, они на порядок выше, чем где-либо, потому что там высоко, там все очень длинно, там все очень развалено, там, как бы, ну там надо ходить максимально быстро, а для того, чтобы максимально быстро ходить, это вот, и говорит, уже нужно быть состоявшимся альпинистом, и вот, не знаю, по-моему, по мне, вот ехать туда именно учиться, ну это вот, это просто вот терять время, здоровье, там силы, деньги и так далее, поэтому я предлагаю учиться где-то вот в таких, в те же, допустим, в Саянах, обалденно сейчас постоянно, Глазуново делают сборы, там, у них очень хорошие районы, при этом там нет высоты, но при этом там районы, то это не Крым, там нормальные альпинистские маршруты, веревок по пятнадцатом, по шестнадцатом, я думаю, ну, ходили, когда с ума сойти, тройка, блин, тройка, пятнадцать веревок, в чем влияние веревок, там надо лезть, там не супер лезть, но, блин, лезть, работать, и вот, а это, каждая веревка, это несколько положенных точек, это организованная станция, там и так далее, блин, причем, ну, так сказать, там иногда развоняя, иногда что, вот разный рельеф, вот, а это все, чем больше, вот вы пройдете этих веревок, тем лучше вам будет, поэтому, сейчас вот, говорю я, зимой я сейчас ворчил, сто веревок льда пролез, новая программа, лучше поехать, там сто веревок скал, и такая вот нормальная тренировка, а опять же, вот в плане вот каких-то таких вот высоких достижений, на самом деле, понимаете, тут, если вот хочется чего-то такого, я просто, ну, среди своих друзей вижу, есть люди, которые, вот, им хочется, да, вот, ну, понятно, что это нормально, на самом деле, желание у человека, вот, там, слава, там еще чего-то, так сказать, и сейчас вот у меня тоже там друзья, ганджи басят проект, вот, я вижу, что, больше, так сказать, основная их мотивирующая часть, это, да, какой-то вот мировая там известность, тем и так далее, но, вот это такая, на самом деле, узкая грань, тут вся фигня в том, что, если вот именно стремиться к этому, то, опять же, с самого начала, да, вы не знаете, что вы сможете вообще или нет, альпинизм, альпинизм это такая вещь, что, как бы, вы можете себя просто загнать, сразу вот этой несбыточной мечтой, какой-то просто обломаться, поэтому, вот здесь я для себя давно уже понял, что просто так, ну, у меня вся жизнь такая, я просто пашу, 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 потом раз, судьба дает шанс, и вот, если вы готовы к этому, вы можете его использовать, вот у меня так получилось, что мне два раза там судьба дала шанс, я его использовал, оба шанса, потому что я был к ним готов, потому что я постоянно пахал, и вот это на самом деле, как бы, ну, поскольку там, ну, если, конечно, там есть, там, какие-то богатые родственники, и так далее, можно построить там, но это на самом деле, очень дорогое мероприятие, это все, вырастить альпинизмскую звезду, это очень дорого, это, а так вот, пожалуйста, говорю, будете, хорошими альпинистами, будете ходить на уровне, ну, мало ли, может даст шанс, единственная на самом деле, реальный, вот такое, единственная реальная возможность, вот если вы прямо хотите, вот стать, какими-то суперзвездами, блин, да есть путь Валера Бабанова, все, все же, как сказать, все же, этот велосипед тоже изобретен, для того, чтобы стать мировой звездой, к сожалению, недостаточно там, влазить там на Аксу, там за два дня и так далее, надо просто поехать в Альпы, и что-то сходить на виду, мировой общественности, далеко не всегда это будет, это может быть даже проще, чем тоже Аксу, там, или тот же Каравшин, но это тоже, это вот, над этим надо работать, понимаете, вот если вы, если, так сказать, есть такая цель, это тоже, это тоже определенное направление работы, то есть, Валера же не просто так поехал в Альпы, там, и начал дубасить, там, маршрут, и все, ничего себе, все правильно, он поехал, он сделал себе имя, он сделал, стал, так сказать, первым гидом, сертифицированным, долгое время, так сказать, им оставался, все, пожалуйста, но, опять же, для того, чтобы удивить кого-то там, нужно сначала все-таки добиться, что-то здесь, вот и все, все на самом деле, это на самом деле сейчас реально, это не, опять же, не безумных денег стоит, на здоровье, хотите стать звездами, да не проблема, тем более сейчас на самом деле, а вот, учитывая последние тенденции, да нифиг делать, вот, стать такой настоящий, прям вот звездой, там, как ребята, там, вот эти украинцы, там, Миша Фомин, с Никитой Балабаном, обалдеть, этот Талунг, там все мимо не уходили, этот Конторфорс, обалденная гора, а он, оказывается, не пройден, блин, все, они залезли, вот это, вот это пацаны, да, все, сейчас они постоянно, где-то там, в Альпах тоже, что-то лазят, 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 и, ну, посмотрим, как бы, может быть, что-то получится, опять же, надо понимать, что для того, чтобы удивить, кого-то чем-то, блин, нужно очень сильно рискнуть жизнью, то есть, тоже Кристоф Профит, пардоните, он стал звездой, после того, как пролез там на Дрю, фри соло, там, какой-то тоже нереальный маршрут, и там, тоже Валера Абабанов, там, и Зодиак лазил на Элькап, там, и тоже много, то есть, ну, готовы к такому, то есть, вот тоже каждый должен для себя подумать, потому что без очень серьезного риска для жизни, вы не сможете, вы станете классным альпинистом, для того, чтобы стать реально звездой, вы нужно очень сильно рисковать, поэтому я для себя решил, что не, я буду лучше просто классным альпинистом, я буду получать удовольствие, потому что, риск, это такое дело, понимаете, вот, ну, даже, так сказать, на примере у Лиштека, можно сказать, что, блин, никто никогда не знает, когда, кстати, удачей его оставили, вот, кстати, вот наши вот учителя, вот, тоже, вот, Франсуа, ну, это вот наш инспектор был, из Янсы, из Франции, и вот его, тоже речь, мы постоянно сейчас вспоминаем, что, every year, many guys, dead with clients, with short roping, такая вот, у них основная приблода, которая как раз учат, в гидовской школе, водить на короткой веревке, блин, и вот, по, так сказать, тоже, трагическому стечению обстоятельств, он погиб, при таком же short roping, просто тупо, они там в альпах любят, по гребням, там, ходить на короткой веревке, поэтому подумайте, я говорю, у меня тоже там, мне хотелось, блин, у тебя сейчас там что-нибудь такое, там, залезу, 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 а потом, я понимаю, что, блин, ну, у меня есть вот такие сдерживающие факторы, там, в виде, там, моей дочки, там, моей любимой, которая, блин, ну, чертова знает, так сказать, что, что круче, там, стать там, там, звездой, или там, там, Дэн молодец, он смог абстрагироваться, потому что тоже офигенно, он очень много рисковал, там, жестко ходил, вот он добился своего, молодец, он, в принципе, единственный, это такое суперзвезда, вот, из, на нашем, кто смог из себя сделать суперзвезду, вот, на нашем постсоветском пространстве, ну, красава, ну, при этом, ну, ну, конечно, маньяк, он, до сих пор, он так, как он тренируется, дай бог каждому, вот, кстати, я всем постоянно, когда народ приходит, и просит продать ледоруб, по длине, я говорю, вот, ребята, я повешу на вот эту фотографию, Глеба Соколова, где он идет на хантенгой, с палками, стрейтинговыми, не надо использовать ледоруб, вместо тогости, вот, собственно, ну, я думаю, что из того, что я хотел бы рассказать, это все, есть какие-то вопросы будут, спрашивайте, может, что-то там, я, конечно, не досказал, но это много, но тут и время там поджимает, и все, то есть, смотрите, как бы, энергии тренировать, а? Да, да, ну, это, у меня так получилось, что у меня там, как бы, на моих сборах сначала вот энергия началась, а потом Иркуты, потому что вот они меня в восьмом, по-моему, году приглашали, я делал сборы в Саянах, и там как раз у них тоже начинались какие-то вот эти вот там смена, там они, смена состава федерации и так далее, я попал там на их какое-то собрание, там тоже революционные, я говорю, вы только мне не говорите, что я тут вам все это устроил, и вот потом у них так нормально это все пошло, ну, да, я тут, в принципе, вот из энергии ребята у меня начинали, там, те, которые сейчас там заправляют, из Иркутов, ну, там и Дэна, там, также, там, ну, из Иркутов тоже, в принципе, там, несколько ребят так дальше пошли нормально, вот, те, которые мне занимались, да, тоже, ну, на самом деле прикольно, вот эти вот, конечно, сборы были, на Волчихе мы возили, то есть есть такой настоящий естественный рельеф, там, в Свердловске, прямо вот горный. Вот это, в 10-м году мы на Охозер ходили, блин, кошмар, в Непале я провел 3 месяца, я чуть с ума не сошел. Вот, самое видовое, говорю, после того, как мы с клиентом оклемывали здесь на Пумаре, на 5800, туда шерпаки протоптали, тропу и стали водить клиентов тоже, фотографироваться, потому что оттуда гораздо круче вид, чем Скалопотара. Там видно практически вот весь вот этот цирк. Если у кого-нибудь вопрос, какие-нибудь есть, спрашивайте. Их проводят горы Байкала, причем они проводят не только в Саянах, но вот я бы рекомендовал ехать именно в Саяны, потому что они, во-первых, потому что там очень хорошие горы, сами по себе, очень хороший рельеф, при этом, я говорю, там нет высоты, и там, конечно, сейчас, я считаю, самый крутой набор инструкторов. Потому что, вот я говорю, для меня основным толчком было то, что вокруг меня постоянно, то есть, я, в общем-то, даже я ходил в основном уже самостоятельно, практически с третьего разряда, но я, вокруг меня постоянно были вот именно ну очень крутые альпинюги, вот, и, глядя на них, вот просто я смотрел, как они ходят, вот, они были для меня примером. То есть, для меня это очень важно, что я должен, когда я вижу, что вот передо мной, да, вот этот реально сидит человек, который там не 30 лет назад куда-то сходил, а вот он вчера вот залез, вот эту пятерку, там, за два часа, на которую там все три дня ходят. Вот это да. И когда он говорит, что да, вот надо вот так делать, конечно, я буду так делать. Я до сих пор, я с удовольствием там смотрю, вот, ну, видосы там, ну, как Хональд там лазит, там, еще кто-то, ну, такие вот, выбираю там самых крутых. Вот просто смотрю там, мурашки по коже, ну, тоже пытаюсь из них что-то выловить, потому что там, смотреть какие-то учебные видео, блин, как там где-то вот, там тебе показывают, блин, и поэтому лучше, допустим, есть в плане, если вы хотите вот чему-то учиться там по видео, просто смотрите видосы восхождения крутых чуваков. Вот смотрите, как это все в реальных условиях, и что они делают, как бы там, если они что-то делают не так, как вам кажется, то вот подумайте, что может быть, они не потому, что там они проверяют это, может, потому что просто вот их опыт, он подсказывает, что вот это правильно, так сказать, грамотно, и все нормально. И в этом плане вот однозначно горы Байкала, по мне, это сейчас вот для тех, кто хочет прямо вот расти, расти вот в техническом альпинизме, это the best. Однозначно. В Крыму, в Крыму там, как бы у них тоже в Крыму есть, ну, Крым, я говорю, Крым это как бы, это не горы, это скалолазание, то есть оно полезно, но это только часть чего-то, так сказать, вот этого большого. А вот стоянок, сборы круто, у них там очень хорошие маршруты, прямо вот, и при этом там, ну, логистика такая, более-менее такая человеческая, можно смело ехать, получить, это, кстати, массу, так сказать, полезных вещей. Еще что-нибудь будет? Дорогие друзья, если больше нет вопросов, думаю, можем поблагодарить Дмитрия за очень интересный рассказ. А так, в принципе, ну, если что, там, найти мою почту не проблема, я всегда с удовольствием там, всем отвечаю, там, консультирую по любым вопросам, там, по районам, по инструкторам, там, по еще, ну, вот, все что угодно, то есть, вы можете там смело писать, я практически, никак не оставляю письма без ответа, если что-то вот будет там. Причем, ну, допустим, когда я советую те же там лагеря, инструкторов, сборы и так далее, я исхожу там не из личных своих симпатий, а антипатий, а вот именно из того, что на самом деле вот эти вещи могут дать, потому что я всегда, там, даже когда я с ними занимаюсь, я говорю, ребята, вы можете сколько угодно мне улыбаться, но если я увижу, что вы относитесь вот к своему делу не так, как надо, блин, никогда мое отношение к вам хорошим не будет. То есть, я всегда отношусь к человеку не потому, как он относится ко мне, а вот в горах, а потому, как он относится вот к альпинизму, к делу, которому вроде как он считает, что это дело его жизни. Поэтому вот так. Еще, Дмитрий, вы всегда можете найти практически в отделе железа и расспросить, задать любые вопросы, которые вам вдруг понадобятся, спросить. Также можете подойти по окончании встречи к Дмитрию, также спросить какой-то личный вопрос, если вдруг он есть. Со своей стороны хотела поблагодарить за то, что были сегодня с нами. Уверена, что смогли подчеркнуть много интересного. Обычно в конце лекции мы объявляем анонс следующих. В этот раз будет немножко про другое, а именно хотелось бы поделиться огромной такой радостью спортмарафона, а именно, что буквально уже в эти выходные мы приглашаем всех на большое открытие лектория. У спортмарафона теперь будет отдельное помещение для лекций, причем празднуем мы это аж 4 дня. 26 мая в субботу будет День гор. Это практически, даже не практически, а 10 лекций про климатизацию, про Эльбрус, непосредственно про опасности в горах, то, как их преодолевать и многое другое. 27 мая у нас будет день, посвященный нашим друзьям, который будет рассказывать про путешествия, про Россию. 2 июня, это субботу, День бега, про то, как пробежать марафон, бороться с перетренированностью, как построить тренировочный план и многое другое. И, наконец, 3 июня, День путешествий, где будет много собранной информации про путешествия на велосипеде, на машине, также будет встреча с Кожиховым. В общем, всех ждем. Заходите в расписание Клуба путешественников, там очень-очень много всего интересного, полезного. Будем очень рады вас видеть. Спасибо, что были сегодня с нами. И традиционно, если вдруг у вас нету скидочной карты на 10% в рамках Клуба путешественников, дарим ее. Для того, чтобы ее получить, сегодня же нужно сказать привет, и я с удовольствием вам ее вручу. Всего доброго и хорошего вечера. Спасибо, что были сегодня с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова